Потому что там много всяких картинок. Ну, это примерно как с этой самой, с простой красотой буквы. Читать её категорически не в книгах. Может, такое-то читать, что... А картинка красивая, тут есть много всяких инфициалов. Вот такая книга, она полезна в том смысле, что она как бы ограничивает этот самый круг, потому что информации, на самом деле, сейчас очень много, и в ней их ходы стоит потонуть. А это будет как бы с этого хорошо начинать. К сожалению, были штыческую систему, значит, Форньер, про которую я в прошлый раз говорил, и теперь она теперь называется в честь Дедо, значит, она называется система Дедо, значит, пункт Дедо этот самый, пресловутый, который мы уже от него отказались, но, тем не менее, он существовал, и вот. Ну, его старший брат Пьер тоже немножко баловался на резких шрифтов, но не очень много. А, значит, был старший, то есть младший Дедо, вот этот Фермен Дедо, да, это как бы его основная заслуга. Вот, кроме того, его потомки, они взяли его, он был настолько известен вообще во всем Европе, и в мире тогдашнем этом самом, что его дети взяли его имя и фамилию в качестве фамилии, и, значит, стали называться Фермен Дедо. Вот, значит, тут был вот этот самый Александр Амурас Фермен Дедо, Геоцинкин Фермен Дедо, Федерик Фермен Дедо, и их потомки, значит, они вот так вот переносят эту самую двойную фамилию. Дедо старший, то есть тот самый, который нас интересует, значит, вот его, тут, тут перерыв, наверное, дата, тут, значит, 1764 по 1836, вот, ну, значит, дата смерти. Значит, вот он был бонсонист, словаретчик, изгатель, поэт, член семьи знаменитых французских типографов, значит, его расширенствовал типометрическую систему Фермен Дедо и создал первую антипную новость. Значит, он, к тому времени, как Дедо, значит, занялся типографикой, вообще, своей деятельностью, немножко изменились меры, то есть там дюйм изменился, вот. В общем, он уточнил, он у него сделал, это самое, установил размер этого самого типографского пункта, 0,36 мм, вот, но тогда еще не было, собственно говоря, метрической системы, ну, это, в общем, примерно соответствует одной семьдесят второй части дюйма, то есть, а дюйм стал другой после, то есть, поскольку, в общем, там часто менялись эти самые системы, единицы измерения, поскольку они, в общем-то, ну, как же каждое новое царствование, оно вводило свои новые системы, поэтому это, это было не обязательно, они были, так сказать, в подарок. Вот, и более того, там, в те времена еще, поскольку не была принята единая система, значит, измерений, то могли быть в разных районах одной и той же страны разные, разные, эти самые, единицы измерений, так сказать, стандартные. Даже, даже они могли называться одинаковые, но разного размера. Вот. Значит, вот справа вы видите, это самая спусковая полоса из поэмы, значит, издание «Фермен Адидо» 1784 года, значит, это поэма Тарквата Тассо «Освобожденный Иерусалим», это классика итальянской литературы, вот, и это первое применение антиквы нового стиля. Значит, вот, в 1784 году считается время, вот, первый год рождения антиквы нового стиля. В чем, собственно говоря, антиква нового стиля, она, как бы, не, опять же, много раз уже говорилось про это, и, вот, ну, в принципе, что это, ну, это, это, как бы, тоже та же самая антиква, но в которой она уже, она уже не имеет ничего, собственно говоря, общего с процессом написания этих самых букв, то есть с калиберрафией, а, значит, исключительно базируется все ее формы на геометрии и на, значит, этой самой металлообработке, то есть, вообще говоря, выяснилось, что на металле, вот, бонсон, можно вырезать любой формы, то есть там можно изобразить, была любую закорючку, неважно, сказать, можно ее написать первым, или нельзя ее написать первым, это не имело значения. Просто к этому времени, к восемнадцатому веку, к концу восемнадцатого века, это уже эпоха классицизма, и изменились общественные вкусы, то есть они, они постепенно менялись, и, значит, вкусы, эстетика, и, вообще, это самое, прародику уже называется, вот, и, значит, уже в моде было не какое-то там, ну, то, что относилось к Средневековью, это, значит, было как бы забыто, похоронено, вот, а всему, значит, главный был рациональный подход, значит, геометрический, такой научный, можно сказать, вот, и тут, значит, собственно говоря, это все выражены в шрифте, значит, эти самые закругленные засечки, они превратились в тонкие, вот, то есть, причем они, они стали такие же тонкие, как, собственно, эти самые среднедные штрихи, значит, увеличился контраст, то есть, стал, среднедные штрихи стали тонкие, а эти основные штрихи довольно толстые, довольно жирные, вот, это самое, овалы стали строиться строго по вертикали, то есть, никаких наклонов осей уже не было, то есть, причем все знаки стали так строиться, потому что, вот, когда еще в середине восемнадцатого века, вот, у Баскервилля, у Фурнье, значит, эта самая переходная антиква, она, там происходили еще какие-то движения, то есть, там, скажем, буква О, она была уже вертикальная, значит, то есть, овал ее имел вертикальность абсолютно, а вот, всякие строчные буквы, там, типа С, типа Е, такие с круглыми концами, они немножко были все-таки наклонны, вот, ну, собственно, можно поглядеть на, собственно говоря, скажем, вот, Шрифт Таймс, он, вот, такой, в принципе, личный представитель современной переходной антиквы, там, если вы помните, там, все прямые, в смысле, вертикальные знаки, ну, то есть, там, другой, там, закругленные засечки, вертикальный О имеет вертикальную ось, а Е, значит, С и, там, остальные такие близкие буквы, там, А с этим самым словам, они имеют совершенно очередь, определенные, самый, нормалность, вот, у круглых знаков. Вот, поэтому, вот, из-за этого качания, из-за того, что она ничем не до конца вся пришла в этот самый, в полное упорядоченное состояние, она называется переходной. А это новая антика, то есть, переходная, она старая, старостильная антика к антике нового стиля, и тут уже никаких качаний нет, тут уже все, как бы, строго по вертикали, строго геометрично, и никаких вариантов этих отклонений. Вот, значит, в принципе, формы знаков остались очень близкими к тому, что было, но они просто так медленно и незаметно изменялись, так что, если, скажем, приложить, вот, рядом поставить шрифты Дидо и шрифты Гарамона, то это будет огромная разница. Но в каждом конкретном случае, то есть, шрифты последующих поколений и шрифты предшественников, таких непосредственных предшественников, они очень мало отличались, то есть, это был такой непрерывный и малозаметный процесс, такой довольно, довольно, этот самый, не было таких резких движений. То есть, они очень постепенно изменялись, и если взять, так сказать, эволюцию шрифта, эволюцию формы за, там, 200 лет, то там это, конечно, было очень сильно видно. А если, скажем, за, лет за 20, то там это практически не менялось. Тем более, что применялись одновременно и отчасти старые шрифты. Кроме того, еще такое дело, вот как раз в 18 веке родилась мода на шрифты. До этого, опять же, само понятие моды, оно отсутствовало, то есть, оно было, но применительно только, там, к одежде, там, к большому стилю, а шрифты, они, как бы, вот, какие были, они мало менялись. Вот. А тут уже появилась мода, и вот, значит, эти шрифты, как только Дидо ввел вот эту самую антигу нового стиля, то есть, он стал делать, ну, тогда так не называлось, но, тем не менее, вот он стал делать новые шрифты, и ему стали все подорожать. Это, значит, то есть, вот, эти шрифты вошли в моды. И не только вообще было все как все французское, было, значит, в конце 18 века, начале 19 века, даже первой половины 19 века, значит, все образованные люди, значит, Европу, они должны были говорить по-французски, человек, не знавший французского, он был мужлан, значит, такой, с ним не очень надо бы разговаривать, не было ни в каких, то есть, не было возможностей, скажем, вот, потому что языки национальные, они инвестируют Путина. Во всяком случае, вся, значит, верхушка российского общества, значит, образованного, она вся в обязательном порядке знала французский язык, иногда не зная, собственно, родного, вот, или зная, но плохо, вот, а французский был совершенно, как родной, так сказать, ничем не отличался, вот, от, 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 от людей, которые говорили, наверное, там, в письмо живущих вакансах. Вот, так что, вот так вот это первое применение, значит, этого самого нового стиля, вот это, значит, это фрагмент родословного сизма, верхняя часть, значит, начала родословного древа семейства Дидо, вот, пожалуйста, это Дидо выходец из золотаринги, значит, первый самый потопок его, его сональя, потом это, значит, дети его, вот Девни, одного из его сыновей, то есть это уже его внуки, это уже, значит, Франсуа Мбруас Дидо и Пьер Франсуа Дидо младший, это, значит, уже эти самые, уже его, собственно, вот это дети, это внуки, это правнуки, а вот Фермен Дидо, значит, про правнуков, Пьер Франсуа Дидо и Фермен Дидо, значит, 1636 год, дата его смерти, вот тут еще, ну, и так далее, вот его, те самые, дети, ну, и так далее, вот это здесь кончается 80-ми годами 15-го века, но на самом деле они, в общем-то, и до сих пор уже существуют, в смысле, ну, там такое-то уже, я не знаю, какая депутат есть, какое-то колено. Так, да, а это вот, значит, амбруас Фермен Дидо, он здесь вот у нас, вот этот вот, вот. О, кстати, метод, сейчас я использую, у меня здесь, в принципе, некое орудие, в котором я могу дать, не мышцы, мне просто подарили такую ручку. У нас это тоже было, вы вставили, нет, я буду пальцем, а тогда было вроде, а теперь есть этот самый, значит, вот этот самый амбруас Фермен Дидо, вот его, вот, а вот Фермен Дидо, который нас больше всего интересует, который, которого я вам прагну, ну, который его, смотри, значит, это вот его. Так, теперь, собственно, вот его место воно. Так, значит, вот вы видите слева, это, значит, музей национальной типографии, то есть деревянный печатный станок 18 века французский, стоящий тоже в каком-то музее, вот, а это, значит, пуансоны Фермен Дидо, вот, значит, которые находятся в музее национальной типографии, в Париже. Вот, вот видите здесь сверху эти самые прописные на верхней полке, на второй полке это аллигатуры, он, значит, ОД и А, то есть АЕ и ОЕ амперзан, начало, значит, они как несколько этих пуансонов скрочных, начало, вот здесь, конец прописных, начало скрочных, вот, и здесь, значит, это как раз скрочные, включая аллигатуры, цифры минусственные, опять, опять прописные, опять, значит, строчные и много аллигатур с F, двойные FF, видите, двойные, вот это, то есть просто F отдельно, это, значит, FF, значит, FFI, FFI, FFL и так далее, вот, и здесь танца еще знаки кубината. Причем, характерны для леди до, видите, характерны эти самые скобки, они очень тонкие, они прям волосные, то есть они выглядят, они не имеют этих обращений, в смысле, наплыв, и основных штрихов, и они, значит, очень, в наборе, они как будто используются из, то есть только эти самые светильные штрихи. Вот, так, хорошо. Ну, вот это, собственно говоря, вот этот образец шрифта, дидо, титульный шрифт, но, правда, уже конструкция, в смысле, уже, ну, где-то в 20-м веке, наверное, уже эти немножко перерисованы, переработаны, но они сильно переработаны, а так, да, интересно, вот. Ну, вот это конкретно, видите, в общем, очень хорошо, так сказать, видны все особенности антиквы нового стиля, то есть сильный контраст, длинные засечки, тонкие, без скруглений, скруглений есть на засечках на вертиканах, которые называются, это самый бип, по-английски, это тоже ключ, вот. Значит, капли круглые достаточно, такие вот активно, в, видите, в страничных прописных, это не так заметно, здесь только, собственно, один знак, вот этот самый, йод, который сжей, он имеет эту каплю, а в скачинках гораздо больше, вот. и вертикальные оси всех овалов, абсолютно, вот. Ну, и вообще, говоря, здесь все, видите, довольно небольшие верхние части, значит, и здесь тоже, и средняя линия знаков, она, в общем-то, значительно поднята, в основном, ну, так, активно выше, значит, тактической середине, вот, нижней части, соответственно, больше, довольно значительнее, здесь и В, и Р, вот. Ну, и, в общем, вот так. А, значит, это титульный лист уже 799-го года, это уже когда Дидо сделал уже нормально, уже много шрифтов такого характера, значит, это титульный лист, то есть, ну, сама Горацио, вот тут еще эти, как бы, эти самые, ну, что, нечто вроде, наверное, как медали, значит, с изображением, как будто это самое, наверное, наверное, на грандской, ну, то есть, кальтипажи, значит, с таким вот содержанием, античные эти самые, не то геммы, не то монеты, значит, не то медали памятные, вот, и написано, значит, в Париже, в это самое, в доме Палатина, значит, вот, 1799-й годы, то есть, это конец, самый конец этого самого, ну, 18-го века, это уже во время французской революции, вот, и, кстати, вот я начал говорить про типометрическую систему Дидо, она просуществовала несколько лет всего, потому, фактически, то есть, вернее, она существовала и дальше, но в самом деле, то система дюймовая, система метрическая, то есть, система измерения, на основе которой она была сделана, она была отменена после французской революции, как раз была введена метрическая система, и поэтому получилось, что в типографии осталась вот эта вот некая рудиментарная такая вот, значит, дюймовая система, ну, вот, которая потом была еще воспринята, значит, в Англии и в Америке, и была сделана тоже, там, как бы, ее модифицировали несколько, то есть сделали просто другую, там были другие дюймы, и другой, соответственно, другой пункт они выбрали, он немножко поменьше, ну, тот, который сейчас у нас существует, примерно, тот, вернее, тот, который, так называемый пункт самоскрипта, пункт Adobe, который мы сейчас используем в цифровом наборе, это, вообще говоря, не точный пункт, значит, англо-американской системы, но он близкий к нему, он немножко отрублен, потому что можно было легко из остатка переводить, чтобы делить, значит, метрические единицы на эти самые пунктовые, наоборот, вот, значит, вот это лист из каталога шрифтов фермент Дедо, вот видите, здесь идут прописные знаки, вот, слева, здесь и вот в начале, в начале средней колонки, потом вот жирная шрифта, это уже более поздний шрифт, в смысле каталог фермент Дедо умер в 1936 году, это, скорее всего, уже без него делалось, то есть это уже, на самом деле, жирные шрифты, это уже английское изобретение, так как Fat Face называется, значит, это, в принципе, они уже, это как бы разрывки шрифтов Дедо, но не самого его шрифты, потому что это, конечно, слишком, то есть такой контраст был явно не... и вообще, возможно, что эти шрифты просто даже не французского, а английского происхождения, потому что, вот видите, и здесь достаточно видны скругления на засечках, и, в общем-то, и форма другая немножко, вот, то есть это просто типография, то есть это каталог шрифтов, которые, это, ну, обложит подражание, вот, а здесь справа, вы видите, это греческий шрифт, этот самый, классифистический тоже, то есть тоже антиква нового стиля, она как раз, вот тогда греческие шрифты, они так хорошо были, то есть, они как очень хорошо легли именно на эту систему, так же, как эта самая гелица, которая была, ну, немножко реформирована не несколько раньше, она очень хорошо тоже легла на эту самую систему новостей антиква, потому что, ну, оказалось что-то ближе. Ну, собственно говоря, это нормальные греческие, греческие прописные, греческие прописные, они очень, как бы, логично выстраиваются в, значит, системе скоростей новостей антиквы, а вот греческие строчные, они гораздо хуже, потому что они по существу рукописные, и их там приходится довольно сильно кореть. Ну, ладно, я буду про греческие. И вот видите, еще сверху надпись, значит, это самое, словолитвы фирмена Дидо, и, значит, ты брать им Париж, ну, что, я вижу, уже ракут. Вот. Значит, вот это уже современный шрифт, значит, Дидо, Дидо-антиква, Дидо-курсив. Значит, тут, значит, ссылается, что это, вот, курсивный, значит, примерно 1810-го года, а это, значит, прямой примерно 1830-го года. На самом деле, этот шрифт, конечно, это все уже несколько раз прорисованы после того, то есть это, это как бы источник этого самого, источник вдохновения. Причем видно, что здесь он достаточно сильно почищен и, так сказать, немножко, так, немножко он упрощенно, так сказать, немножко формализованный, в смысле, хотя тут есть тоже, видите, достаточно интересная деталь, особенно в курсиве. Например, вот это вот К, оно совершенно удивительное, как видите, оно абсолютно кажется нашим, вот своим, вот таким, кириллическим таким вот, вот эта вот капля, значит, изогнутые ветви, то есть вот, если, если обрезать, туда даже можно и не обрезать, в общем, вполне можно вставить любой, любой кириллический шрифт, то есть не в любой, не в любой, вот такой вот. И, как бы, вот эту, эту букву, ее просто не нужно, то есть ее не надо никак менять, она полно нас устроена. Вот, аналогичный, правда, это еще такая форма появилась еще в этой, в переходной антифе, аналогичный проклясные, знаете, вот у Скервеля в каких-то шрифтах есть такие же проклясные, вот с такими же волнистыми каплями, в смысле волнистыми ветлями и каплями. Вот. Ну, здесь вообще много чего хорошего. Смотрите, вот в курсиве, остроконечные V и W. И, значит, вот такой вот Z очень забавный, значит, здесь сверху, как бы, такая засечка, а снизу, значит, завиток с каплями в конце. Вот капли здесь совершенно, они круглые, то есть это не те растянутые капли, которые мы видели, которые, как бы, слезообразные, которые мы видели, опять же, у Граммона и, значит, его послеводцей, а это вот то, что называется по-английски полу, то есть шарики, они круглые, то есть у них, конечно, есть соединение с Тонтеншкин Холпс переходным, но, тем не менее, все равно они вполне производят впечатление таких круглых. Вот. Ну, в прямом начертании это еще сильнее видно. Вот. И, значит, треугольные, здесь вы даже видите, абсолютно треугольные засечки вертикальные, практически даже по скруглению здесь. Вот, ну, немножко вот здесь вот, в середине, вот здесь есть скругление в этом, центральное, а вот в крайних, верхних и нижних, засечках, да, видите, они, собственно говоря, все пленены. Вот. Хотя, с другой стороны, то, что я вам показывал, ну, сейчас так вот. То, что я вам показывал здесь, они, здесь все-таки они вообще, здесь все-таки они скругленные, вот эти аналогичные, вот эти. Ну, это вот, поскольку текстовой шерептипартовский, то вот он, значит, такой. Ну, и, опять же, довольно, довольно интересные цифры. Вот, достаточно светлая четверка, видите, обычно сейчас делается вот этот вот диагональный штрих, вот такой вот более-менее жирный, а здесь вот совершенно светлый. Вот. Семёк тоже, самый, тонкий штрихов. Вот. Ну, это вообще, есть вариации в зависимости от фирмы, и, как-то, я думаю, что сам Тидо делаю разные немножко, эти самые, пробовал такие и такие вот. Ну, в курсиве они еще более, вот здесь, видите, какая волнистая вот эта вот, здесь она прямая, это перекладина, а здесь она М-Тидо такая, Тидообразная. Вот. Хвосты достаточно уху, достаточно характерные, такие вот, тоже вилитивные, значит, немножко в сторону такая смещенная, видите, они подцеплены тонким, этим самым, тонким штрихом, таким, если дальше уже расширять. Опять же, вот, характерная буква Р, большая, видите, то есть, большие, крупный низ и довольно маленький верх, такой вот, средняя линия смещенная вверх. Вот. На самом деле, вот эти, эти самые строчные, здесь они гораздо более поздние и перерисованы довольно сильно, потому что те, значит, шрифтах Тидо настоящих, сейчас я вам покажу, вернее, ближе к настоящим, они немножко другие. Вот. Итак, это у нас, ну да, вот наверху, это цифровой шрифт Ленотайпа, девяносто девяносто первого года, Ленотайп Тидо называется. Его, он делался под, значит, руководством Адриана Фрутигера, не, не, никого не. Вот. Вот, значит, довольно, довольно правильное самовоспроизведение, ну, хотя немножко, видите, немножко он расширенный, чуть-чуть, ну, в общем, один из вариантов шрифтов Тидо, вот. И здесь у него достаточно, это самое А, вот здесь, кстати, это опять же не видно. В оригинальных шрифтах Тидо, значит, вот капли у А, у строчных, они такие треугольные немножко, они не такие круглые, как у, значит, ну, как здесь. То есть это уже то, что, ну, то есть это вызвано, собственно, вот эти формы вызваны уже современным представляемого шрифта Тидо. А настоящие шрифты Тидо, если поглядеть на них, значит, в крупном размере, то там окажется, то есть просто увеличено. Там окажется, что это А и А, и А, и С, они такие вот треугольные формы, эти капли, так расширяющиеся немножко, и как бы довольно не похожи вот на это все. Вот. А это, значит, еще один цифровой шрифт уже фирмы ОРВ, значит, Ганковской фирмы. Этот шрифт, как называется, Термен Тидо. Вот. Видите, можно поглядеть, некая разница существует. Вот здесь, например, вот видите, семерка у него, это самое, она изобла по другую сторону, вот эта самая еда нога. Здесь такой тоже изоблый, изоблый Т четвертый, а здесь они более такие правильные, например. Вот. Ну, тем не менее, видите, вот курсивы здесь тоже имеют острые эти самые концы такие, и, собственно, то есть УВ и УУ. Учем УУ, да, просто составленные, фактическая клигатура составленная из двух В. То есть по форме они ничем таким серьезно не отличаются, то есть они просто наложены в длинный пункт. Вот. Ну, я не знаю, что тут еще. Ну, здесь все те же, собственно, радости дедотские, значит. Вот, правда, вот здесь вот есть жирный показан шрифт, потому что там курсива не было, я, значит, жирный там поставил. Вот. Но жирный, на самом деле, для шрифтов, настоящих шрифтов Т четвертым дедот, конечно, жирные шрифты еще не были характерны. Они появились, то есть они появились практически не одновременно, а немножко позже, после, ну, где-то в начале самом 19-го века, фактически первый шрифт Fat Face, он был сделан, появился в каталоге 1701 года, если не ошибаюсь, но это было в Англии, в Лондоне. Вот. И поэтому это эти, они как бы не сразу проникли на континент, но, в общем, потом уже, сейчас, как вы понимаете, без жирных шрифтов, без жирных начертаний как-то сейчас уже эта жизнь как бы невозможна. То есть у нас типографика настолько развилась, то есть типографские средства, они требуют обязательно, то есть чтобы было выделение жирных шрифтов, то есть чтобы можно было набрать какой-то либо термин, либо заголовок, значит, чтобы он отличался по цвету сильно от текстового шрифта, то есть помимо курсивы еще третья стадия. Ну, то там появились уже и жирные, и полужирные, и курсивы к ним, в общем, дело продолжается как. Так, вот характерные формы, а, вот здесь немножко видно, там плохо видно. Видите, вот ОА все-таки она немножко обрезанная, такая она треугольная форма, немножко обрубленная. Вот, это характерная форма, значит, знаков шрифта и датаит виду. Ну, вот видно, что здесь абсолютно вертикальная ось, значит, тонкие засечки, большой контраст, засечки без скруглений, значит, такие, абсолютно равные по толщине этому самому горизонтальному соединению шрифту. Ну, вот, капли, видите, у строчных знаков, они все-таки, здесь она все-таки еще круглая, здесь она явно такая треугольная, и, собственно, у тоже она немножко сплющена сверху. То есть, вот, вот характерный самый хвост, он, видите, даже, даже видно, что он начинается даже не отсюда, а немножко сдвинут влево, даже от центра, от нижней, от этой самой экстремальной точки, немножко еще, вот так. То есть, фактически, это хвост, который внизу находится, но начинается он немножко слева. То есть, он, 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 как бы, практически, практически вниз направо, хотя, тут такая ощутимая, я думаю, вот. Ну, вот здесь характерные знаки курсива. Курсив сильно наклонный и очень тоже ровный, значит, если предыдущие курсивы, даже еще эти самые переходные айтиклы, они были достаточно такие качающиеся, то есть, там были разные наклоны у разных знаков, то здесь все очень вычищено и выровняно. А вот то, что f более вертикально, не такой большой наклон, здесь наклон порядка, я не знаю, градусов 15-16. Я не помню, я это мерил, сейчас не помню. Но, вот, это специально, немножко, он сделан чуть более прямой для того, чтобы равновесить вот это вот самое движение. Эти капли, вот верхний каплер, здесь верхний этот самый хвост вверх вправо идет, а этот влево. Если сделать абсолютно одинаковые, то тогда он будет заворачивать, крутить по часовой стрелке, чтобы это остановить, он сделан немножко более вертикально. Ну вот, и вот видно, опять же, крупно видно, здесь тоже такой Z с хвостом, собственно, этого Бескервиля тоже, каллиграфический. Курсикья более каллиграфический, но каллиграфия тоже такая, каллиграфия астроконечное перо, не шикоконечное перо, как средневековая каллиграфия, а, значит, тонкая, значит, то есть это было связано еще с литографией, которая как раз тоже в конце XVIII века появилась. И, в общем, у нее там появилось много таких шрифтов, которые можно было литографским способом размножать, то есть делать как бы надписи, то есть не шрифт сам по себе, не наборный шрифт делать, а, значит, делать сразу надпись на камень, отдельно где-то ее делать, потом переводить на литографский камень, и это можно было, как раз появились, то есть они тоже были, но получили широкое распространение металлические перья остроконечные, которые не тупились, как бы, гусиное перо, потому что гусиное перо, конечно, удобно, когда оно плоское, когда не острый конец, вот гусиное перо, он быстро тупится, это, поэтому, как бы, пока был господствующий самый инструмент птичье перо, то вот таких вот, значит, такой каллиграфия острым пером, она просто появилась, она не могла, потому что у него не было, нечем было сам ее делать, а потом, значит, к этому времени уже массовое распространение появилось, получили самые распространение перья, и, соответственно, вот эти шрифты тоже, как бы, отражают, собственно, эту тенденцию в фоне. Вот, ну вот этот образец, так сказать, это моя дидона, значит, это самый шрифт на основе дидон, сделан, ну, так, не на основе, не совсем близко, а это такая свободная вариация, особенности, значит, вариации строчные знаки. Строчные знаки дидо меня совсем как-то не устроили в свое время, и поэтому я сделал его по более, опять же, в, где-то в начале, в 70-е годы, в ATC сделали такой шрифт, вернее, даже его, может быть, сделали еще и раньше, взялся диди, значит, это был такая гибрид дидо и батой, поэтому кончается на и, вот, значит, фактически строчные знаки, они, как бы, взяты, не взяты оттуда напрямую, но, как бы, они, я вдохновлялся именно этими знаками. Тут совсем круглые знаки, то есть, вообще говоря, она немножко такая, но, то есть, это стилизация такая, причем, стилизация разных источников, но, в целом, она получилась, в общем, довольно, мне кажется, неплохой. Вот, то есть, она такая, довольно пермоничная, то есть, строчные с прописными, они не спорят, здесь правильные эти самые формы относительно, вот, вот, прописные знаки, они, в общем, довольно точно повторяют, значит, знаки, то есть, вот, это самое, один из шрифтов, один из дитульных шрифтов дидо, вот, ну, и потом она была названа дидоной, вот, ну, и, соответственно, вот, кириллица, кириллицам пришлось решать всякие проблемы, а, про дидона я не рассказывал, я не помню, я по поводу Большого театра, я что-то говорил, когда-то отвечаю. Это был шрифт, который был сделан, а, я еще собирался как-то принести эти самые оригиналы, но, может, в следующий раз я сегодня забыл, значит, у меня один оригинал сохранились, который я на аркальке тушу рисовал, вот, это, я теперь на них смотрю, удивляюсь, как же я так мог нарисовать такие, такие, такие формы, такие формы, а мы здесь сегодня, Россия, вот, это, значит, мне абсолютно, Алина Максимшуков, когда он еще здесь работал, когда он уже уехал окончательно в Америку, он, значит, оформлял альбом к какому-то юбилею Большого театра, и этот самый, он просто мне заказал шрифт на основе дидо, причем он даже указал страницу этого шрифта, такой, и размер, там, он 19 сантиметров, он затеет, там, он был, знаки сделать, у него такая была идея, что Большой театр он настолько большой, что он не помещается в альбом, вот, поэтому шрифт должен не помещаться в альбом, то есть он должен быть, должен быть выше, чем, по высоте больше, чем формат, ну, поэтому, значит, там будут только куски, там, самое, что-то, я эту книгу потом видел, где-то в этом самом магазине, но она тогда, то есть у меня этой книжки нету, потому что нам никто, ну, в смысле, там, как понеслась взять перестройка, и все какие-то такие вот вещи страшные пошли, вот, и, я ее единственный раз видел в магазине, но она тогда стоила столько, что я ее купить не смог, а сейчас я не знаю вообще, есть ли, нет, нет, я так не искал, вот, у кого-то она была, но, во всяком случае, там, там, там было, надо было сделать только несколько знаков, для того, чтобы набрать большой, слова Большой театр, опера, балет, и что-то еще, и, по-моему, там, то ли литература, то ли приложение, нужно какая-то еще специальная, вот, а потом, и это у меня некоторое время лежало, потом я подумал, что это у меня такое замечательное, это самые такие формы хорошие, красивые, валяется без, без этого, без дела, давай я здесь нарисую, там, еще дополнительные знаки, недостающие, сделаешь, и, вот, вот, собственно, из этого получилось дебютно, правда, в оригинале, в оригинале для Большого театра она была еще более контрастная, там была толщина, вы знаете, при, значит, росте 19 см, по пропускному знаку, там толщина соединительного штриха была порядка миллиметра, вот, а толщина основного штриха, я не помню, там, наверное, с ними было, вот, и я помню, что если, если я ставлю такую контрастность, то у меня этот шрифт можно будет только на плакатах использовать, вот, в таком виде, поэтому я немножко, значит, вместо одного миллиметра нарисовал два миллиметра, и сам знаки уменьшил, до какого-то разумного предела, то есть не 19, а, ну, и тогда, по-моему, до 20-ти миллиметров, где-то 10 сантиметров, потом с толщиной, но сейчас это вообще не нужно, потому что точно нет смысла рисовать точные эскизы, потому что все это можно сделать на экране гораздо проще, вот, а там, конечно, были всякие сложности, ну вот, и он, знаете, уже развлекался, как ну, самостоятельно, вот такой вот, значит, нарисовал такое, с таким вот языком, по 18-й веке, ну, как-то точно, какие-то они были, и потом с зэ тут, а зэ здесь как раз довольно прилично, я потом еще больше, когда я уже делал этот самый фэтфейс для, для, этому саму, айтиселл, этот самый шейфт, там он еще более разумный, вот, здесь я еще все-таки держался в каких-то там, ну вот, и, ну, такой, сильно прогнутый адрес, сильно прогнутый адрес, сильно прогнутый адрес, значит, тоже был как-то специально сделан, но я не мог сделать такие, значит, L и D, как принято было в 18-м веке, потому что сейчас как-то все они не используются, вот, в общем, я максимально сделал узкие светы, вот, ну, вот это вот, соответственно, вот это вот, B, вообще, строчные здесь тоже от таких достаточно исторических формул, вот эти вот цифры я просто рисовал, вот эти, скажем, из оригиналов, там, начало 18-19-го века, вот это вот, значит, пятерка с этой каплей, значит, и четверка вот эта изогнутая тоже с каплей на конце, вот тройка, видите, с маленькой штучкой здесь тоже абсолютно... ну, засечка и толщине ра, засечка и толщине ра будут сигнализировать в трехранах, да? тут просто это, этот самый, этот вирайд... ну, то есть, я, возможно, что там они, главное, отличаются на какой-то несколько единиц, но, потому что просто за счет того, чтобы они выглядели так, ну, в принципе, они не конкретно... в том смысле они одинаковые смыслы. Я не помню сейчас давно... Вообще, у меня, на самом деле, почти... это, как бы, вот, полужирное начертание, у меня практически нарисовано уже давно жирное начертание, но к нему надо вернуться, пересмотреть и немножко, может, поправить и дорисовать там предстающие знаки, которые мы сейчас делаем, а когда не делаем. Вот, то есть, в принципе, я собирался вообще развивать, я собирался еще делать светлые начертания книг, вот, и собирался еще делать курсивы, но пока не сделал. У меня много таких шрифтов, которые я начал, где-то они у меня лежат. Так, ну, это ведь в 92-м году. То есть, в 92-м году я сделал эту штрафовую версию, а рисовал я ра. Вот, теперь про Владу. Значит, вот, Джон Батиста Багони, значит, известный, то есть, он уже, опять же, безумно популярный человек, значит, такой типограф. Ну, вот он не был, насколько я понимаю, поэтом, он был издатель, значит, этот самый бансонизм, типограф в широком смысле слова. Вот, вот, вот этот его портрет, он, собственно, вот в этой книжке вот там и приводится, в смысле, который я пустил, вот, вам принес. Вот, гравюр, это, по-моему, как раз его портрет, который предпослан в качестве Франциска к его, этому самому мануаре, типографике. Он был весьма знаменитый, его много раз рисовали и резали гравюрой по этим самым портретам, то есть, он таким пользовался большим, большой популярностью. Вот, ну, вот это, это из музея, собственно, это из буклета, значит, музея по Дорни в Парне, его, значит, вот, шаблон, значит, его эти самые резцы, вот, вот, пуансон большой и вот еще пуансон. Вот, вот эта вот отливная форма, вот сюда, значит, собственно, вот видите, она из двух частей состоит, из двух таких вот, как бы, вот так вот здесь сдвигаются друг к другу, а внутрь вот сюда вот вставляется матрица, и туда, значит, наливается расплавленный металл, соответственно, получается. Матрица слева, а там либо КН, вот и матрица левее, вот эта? Нет, ну, может и матрица. А матрица, да. Вот скорее матрица, наверное, вот это, вот это пуансон, вот здесь матрица. Вот сейчас, смотри, нет, то есть оно плохо. Нет, это, вот это точно матрица, это, да, наверное, это тоже. Это вот пуансон большой и матрица, значит, углубленная. Просто, ну да, шаблон они тогда еще не поменяют. Как матрица, такие большие. А вон, видимо, этот самый, я прессом давил. Прессом давил? Я думаю, да, потому что это же молотком-то не сделаешь. То есть он сделаешь, но она будет кривая вся. Потому что мелкие, мелкие кедры, большие пуансоны, они, конечно, делали просто, стучали этим сам, да. А большие, потом, возможно, что они вообще и мелкие стали с помощью пресса закручивать, значит, оно тогда очень, это самое, ввивалось. А потом, вот, смотрите, на самом деле, то есть была заготовка виталей, это самое, медная и латунная. Значит, в нее это самое, когда вбивали пуансон, а ей немножко расширяло. В смысле она деформировалась по краям. Вот, ее, значит, надо было шлифовать, чтобы она была точно, это самое, прямоугольной. Вот, чтобы можно было, чтобы можно было ее правильно там сажать, чтобы там не было этого. То есть, чтобы расплавленный этот самый сплав, он никуда не попал, не выскочил. Вот это называлось шпиц, прошу прощения. Значит, это делалось довольно часто. Происходило, вернее, это профессиональное название такое, в этом самом, ну, в леотиповом цехол, там, если там что-то такое, как-то он сам леотип немножко... Ну, еще любая, любой аппарат, который занимался, который был предназначен для отрезки шрифта, там, если он был немножко не в порядке, там могло выбить этот самый, потому что туда этот самый сплав нагнетали под давлением, и, значит, он мог выскочить в разные, если там немножко было, где-то не прилегало, и это называлось шпиц. Ну, сейчас уже практически это и нет, но на моих глазах происходило, у нас когда в институте была практика, ну, там у нас более те самые технологии, полиграфического производства, но было, значит, наборный процесс. Там в подвале была лаборатория, там стояли леотипы на ходу, там, значит, ну, там сначала бы немножко, еще была лаборатория ручного набора у нас, туда, потом, по-моему, мы попали уже гораздо позже. Нет, хотя там тоже был. Вот, и вот при нас этот самый, там что-то это леотипы, что-то набирали, и, значит, отливали какие-то эти самые, там, я не знаю, бланки, там какие-то пригласительные билеты, ну, он пришел по институту. И там, значит, поскольку они были все раздолбаны на эти машины, там как раз этот самый шпиц случился. И там, это было феноменальное зрелище. Там, во-первых, это все пролилось на, там, пол был линолеумом покрыт. Вот, этот линолеум просто расплавился, дым пошел очень жуткий совершенно. Вот, и вся машина была вот в таких сосульках, потому что тут же застыло, и сосульки вот металлические. Потом, когда отламывали, значит, брали на пальто. То есть, потом это надо было потом счищать, я не знаю, как долго это было происходить. То есть, это вообще, то есть, это наверняка там день работы, чтобы все это отковырять оттуда всех деталей, значит, то есть, потому что это у него просто забивало. То есть, это самый расплавный пошел там вверх, просто фонтаном, и тут же застыл. Это все вот так, значит, было. Так что, вот, такая вот, и сказали, о, это же пролезь. Ну вот, да. А вот, значит, его бонсоны, которые, опять же, в музее его, это самое, музей Бадониана в Парме, значит, то есть там, где его была технология. Сохранившись. Собственно, сохранились все его бонсоны там, матрицы, отливки. Иногда делаются по большим праздникам. И этими шрифтами, значит, там какие-то сверх важные работы. Вот, в частности, небезызвестный Джованни Бартерштайк, когда он, это самое, приехал в Италию, он же немец был на самом деле, он, значит, был не Джованни, а Иоганн. Вот, но вот он приехал после, это самое, в Италии как бы там и осел, и у него, это самое, его типография первая, она была, называлась, по-моему, это самое Бадониана тоже, и ему, поскольку он завоевал такой большой авторитет, свой качественный создание, ему, значит, по особому распоряжению Итальянского правительства, значит, были сделаны отливки с матриц Бадони настоящих, вот, подлинных, и, значит, он там какую-то сверхважную работу этому самому шрифту, значит, набирал плеча. Ладно, значит, про Бадониан. По-моему, значит, был, вырос, у него, его семья владела небольшой типографией, значит, в городе, в севере Италии, в Абруцце, значит, и такой небольшой городе, что около Милана, недалеко. Ну вот, поэтому он, значит, с детства привык бегать типографией, то есть он там работал, там сам даже набирал, значит, ну, то есть, в качестве игры, но тем не менее, вот. И, естественно, у него не было никаких вариантов для, то есть он не хотел, не хотел становиться никем другим, кроме как, значит, эти самые издавать книги, так сказать, работать типографию. Вот. И в этом, значит, ну, ему он хотел, значит, это уже, тогда не было этих самых производств технических этих всяких замечательных заведений, вот, то есть можно было обладать профессией только в процессе, так сказать, поступить на службу кому-нибудь из мастеров или там в типографию, значит, там пройдя весь путь от ученика до, значит, мастера, он уже тогда, как бы получал квалификацию, мог работать сам. Вот. Тем более, что там, если, ну, в средних веках вообще-то было, там надо было экзамен сдавать, давали, как бы, диплом, признавающий его тем самым, то есть уже с подмастера и переводили в мастера, значит, становился членом гильдии, это вообще все было не просто. Вот. Вот, значит, он решил, что он должен учиться в лучшем, значит, заведении типографском, которое только можно придумать, вот, а лучшим заведением он считал, значит, эту самую типографию в Риме, типографию, специальную типографию пропаганды веры, была такая конгрегация пропаганды веры, которая была основана в каком-то шестнадцатом, что ли, веке. Вот. Это специальный был типа монашеского ордена, который занимался распространением Слов Господнем среди всяких барменов и язычников. Вот. И, значит, для этого дела они печатали, то есть там была специальная основана типография, и в этой типографии просто были шрифты для набора на всех возможных языках, как возможно тогда. И Падонин начал с ученика в этой типографии, то есть там были, естественно, латинские, они набирали, часто набирали молитвы «Отче наш» на всех, значит, языках, которые только мы. Вот. И, значит, он начал с того, что он там работал в качестве ученика, а потом, значит, постепенно, значит, его поручали все более и более сложные задания, в конце концов, кончил, он уже несколько лет заведовал этим самым, заведовал отделом вот специальных вот этих вот экзотических шрифтов, то есть он учился, он даже начал учить какие-то языки, там, арабский, по-моему, ну, греческий, наверное, он, как бы, его, наверное, может быть, в школе учили, там, греческий, латыни. Вот. А, значит, араб, какие-то восточные языки он пытался изучать. Вот. Во всяком случае он познакомился с набором на всех этих самых языках, которые там были, и это у него отразилось, так сказать, на его дальнейшей жизни, и он потом, вот, поэтому в мануале и на своем, вот, значит, то есть он просто писал, что он хочет собрать все возможные только шрифты, у себя типографии, значит, которые только есть, вообще, ну, мы почти это дали. Вот. И там он работал, по-моему, лет 9, то есть он попал туда, куда ему было, вообще говоря подробно, у меня это все описано в этом самом книжке, в первом тоже про Базонию, ну, вот, более подробно скажем. Ну, по-моему, он, значит, пришел, причем он самостоятельно приехал в Рим из своего, этого вопроса, это довольно длинное, долгое путешествие, тем более, что путешествие тогда либо пешком, либо на телегах, ну, то есть это было несколько не быстро. Вот. И ему было, по-моему, тогда не то 16, не то 18 лет, в общем, он был еще совсем молодой, и вот он совершенно самостоятельно, один, не имея никого знакомых в городе, кроме, значит, у него было рекомендательное письмо к директору типографии, вот. И, значит, вот он пришел, его приняли на работу, и вот он там долгое время, значит, владевал этим самой профессией, вот, окончил дело плохо, вернее, плохо не для него, а плохо там просто этот самый его директор типографии, который его принял на работу, он внезапно покончил с собой, поскольку он был, значит, духовное лицо, это ему было, ну, вообще, верующим крестьянам, как бы, совершать самоубийство, это, в общем, не грех, а, значит, духовное лицо, тем более, там, как это было, был какой-то скандал, который он, видимо, не мог перенести, в общем, это было для Малабадони, которому он был тогда лет 25, по-моему, для него это был огромный удар, то есть это просто был, вот, но он почувствовал, что он не может больше находиться в этих стенах, то есть он, значит, ушел из этой типографии и решил уехать, значит, в Англию и пойти в ученики к Баскервиллю, потому что, значит, Баскервилль тогда был просто в силе, в этом самом, в полной славе, то есть на континенте его, значит, его собственные сограждане не уважали, так сказать, его шрифты не пользовались популярностью, а во Франции, в Италии, в Германии, значит, шрифты Баскервилля, это было нечто, в общем, то есть Бадони просто хотел, значит, его, то есть буквально, я уже не знаю, знал его английский, наверное, знал как-то, он собирался буквально просить его принять мастера, принять его ученики, то есть стоять там у дверей, пока, значит, тот не умеет, но ничего из этого не вышло, потому что он, собственно, поехал, он, значит, уехал во Францию, собирался, значит, там переплыть Ла-Манши, значит, уже ехать в Берминген, но во Франции он заболел тяжело, я не помню, что-то у него какая-то была тяжелая болезнь, типа туберкулеза, вот, и он, значит, то есть ни о таком путешествии вообще речи не было, он вернулся домой, значит, в родительский дом, и там, в принципе, его, значит, благодат на Италии, его поставили замки примерно замок, то есть он не, хотя болезнь была достаточно тяжелая, они умирали, вот, и, значит, он уже там, он, кстати, еще время начал потихоньку резать, пытаться резать собственные шрифты, вернее, даже не шрифт, а этот самый набор нардаминов, такой набор, скажем, какие-то, значит, и дома он это дело продолжил заниматься, вот, то есть когда он уже почувствовал, что он уже не такой больной, что он уже можно что-то делать, вот, и этот, значит, дом где-то, вот, он работал, помогал отцу в типографии, как-то, как сам, один из его мастеров, вот, ну вот, собственно говоря, вот в музее это станок, ну, не реконструкция, но, тем не менее, станок, в общем, какой-то, как и пользовался сам Бадонник, вот, видите этот самый, этот, талер, ну, подвижная часть, вот этот самый пиал, это подвижная часть, которая выдвигается, это, значит, этот самый рычаг, который называется пука, который поворачивали, то есть вот, ну, вот этот самый прижимная часть пиалана, тимпан, по-моему, я уже забыл, как они все называются, вот, на самом деле, вот эта вот винтовая, значит, то есть винта, который, который просто поворачивали, и он опускался вот от плита, нажимная, и прижимал, а вот на этот самый, здесь укладывался форма, то есть набор самого шрифта, значит, накладывалась, значит, вот этот бумажный лист, вот так туда опускался, вот, и это все, все это дело задвигалось вот туда, под эту самую плиту нажимную, причем задвигалась тоже, бывало, не руками, а, значит, специально крутили это самое, как колесо, там такой, был специальный шнур, который было туда, затем, вот, и потом, значит, опускали эту самую, прижимали к, ой, прижимали бумагу к форме, значит, краска переходила на форму, происходила печать таким образом, а потом это все выдвигалось обратно, открывалась эта самая, вот, снималась бумага, вывешивалась, бумага, ее сначала надо было увлажнить, чтобы краска лучше переходила на бумагу, вот, ее вывешивали, специально сушить, потом, значит, там снова набивали краску, печатали следующий лист, потом еще, и так далее. Процесс был довольно долгий, но там был же не один станок вообще, обычная типография была, там несколько было, иногда несколько, там десяток, например, самых станков, это было такое достаточно серьезное происхождение, причем один станок обслуживал несколько человек, один человек специально набивал краску, я помню, говорил, вот, другой, значит, печатал, значит, крутил, третий, значит, там подмастерья какие-то, там ученики, они подносили бумагу, обновили, обновили, увешивали, там эти ученики, они еще краску там не сели, значит, это самое размешивали, ну, то есть, там все это было, как-то, устроено достаточно серьезно. Вот, естественно, были отдельные наборщики, отдельные люди, которые разбирали набор, раскладываемый по кассам, ну, там что-то, как бы, не требовали квалификации, ну, и так далее. Вот там видны эти самые нерегкую, видите, в смысле, эти шкафы, где хранятся, вот, значит, смело, это одна из первых этих самых изданий Бадони уже в память, да, значит, вот, Бадони, значит, жил, вот он немножко работал у отца в типографии, немножко резал, значит, продолжал резать свой шрифт, вот. В этом, значит, тут ему при помощи поступило приглашение стать придворным типографом Герцога Пармского. Герцог Пармский как раз только-только тогда вступил на свой церковный стол, он хотел сделать, я говорил уже много раз, что Италия тогда, и она и в 19-18 веке, в 19-м веке, собственно, до середины 19-го века, она представляла собой такой лоскутный одеялок, ингломерат, значит, небольших государств, перенежку таких, вот, которые периодически друг с другом воевали, периодически заключали какие-то союзы, и, в общем, так все продолжалось довольно интересно. Вот. Козырь была самая герцогская Пармская, и в этом самом герцогстве его, этот самый герцог, хотел устроить себе двор не хуже, чем в Париже. Ну, поменьше, естественно, но все-таки, поэтому ему требовалось там, то есть у него типография была, но она была в полном забросе. Ему требовался коллицерный человек, который бы взял на себя управление этой типографией и, значит, сделал бы из нее, то есть там бы печатал какие-то интересные книги такие, которые можно показывать гостям, то есть, в принципе, это было, конечно, абсолютно не коммерческое предприятие, а это было, ну, собственно говоря, это было прилично. То есть, ну, в Париже была национальная типография, то есть не национальная, а королевская, которая печатала там, обслуживала двор, и, значит, в Парме тоже должна была быть такая, примерно. И во всех прочих дворах европейских там тоже были. Вот, соответственно, пригласили Бадони. Бадони принял приглашение это, и, так как он переехал в Парму, он до смерти уже там работал. Вот. Причем его жизнь была настолько вполне... То есть он был, на самом деле, лишен всех волнений, которые обычно сопровождали работу типографа, и, значит, основоленщика, и всех остальных его коллег. Потому что они были вынуждены постоянно думать о деньгах, они должны были зарабатывать деньги на свою работу. То есть они работали для денег, а деньги зарабатывали для того, чтобы продолжать работу. Вот. То есть это, я вам говорил, значит, Баскировей, он точно не смог расплатиться своими долгами. Он вообще умер в бедности, и его, значит, пустили на аукцион его имущество. И вот только Кэзл нам удалось, так сказать, как-то. Вот он был счастливым исключением. Вот. Дедо, вся семейство Дедо тоже занималось тем, что они зарабатывали деньги, при том, что они зарабатывали деньги благородным людям искусством, но от этого они как бы не переставало, необходимость в деньгах, она не отпадала. Поэтому я вам там дальше покажу письмо Дедо, я уже показывал, по-моему, письмо Дедо, русскому императору Александру Первому, где он просто предлагает свои услуги, значит, в качестве этого самого стволильщика и типографа для русского двора. Вот. То есть это вообще как бы был постоянный поиск работы, поиск заказов, и это была вообще непростая жизнь Менская. Вот. В Бадонио всего этого был лишён, потому что его взяли, как говорится, сейчас на твёрдой окладке. Вот. И он просто вообще был, совершенно не заботился о том, что он будет делать завтра, так сказать, что будет есть его семья, это абсолютно было ему чуждо. Он занимался большим искусством, так сказать, он мог себе позволить всё, что угодно, так сказать. Он мог себе позволить специально для какой-то книги вырезать специальный шрифт, да, не просто для книги, а для типового листа, скажем. Вот. Он как бы делал... То есть он занимался... Вообще говоря, он был такой сложно сочинённый пиар Пармского двора. То есть Пармский двор хотел... То есть герцог Пармский хотел, чтобы Пармский двор считался этим самым образцом культуры, ну, в общем, как правило. И, собственно говоря, Падони работал именно на этот самый... На этот имидж. Вот. Потом он, кстати, между прочим, ещё, кроме всего прочего, его дела шли так хорошо, и, видимо, ему герцог не платил такие деньги, что он открыл свою собственную типографию. Она называлась чатой. То есть его частная типография, она не выполняла заказы герцогского двора, а он, значит, уже печатал в ней то, что он хотел. То есть он печатал там... То есть он не согласовывал это с герцогом, но кто-то сам. Значит, он вот печатал всякие книги, значит, классиков тоже. Она называлась, по-моему, та называлась Палаццо Дуполя, в смысле, это самое... Нет, Палаццо Реали. Значит, как бы Реала... Ну, спасть королевская типографика, типография, которая вот была приборная, а его собственная типография называлась, по-моему, где-то типа около дворца герцога. То есть она помещалась непосредственно в его апартаментах, а жил он там прямо во дворце, ну, в смысле, не в самом дворце, а там дворец был, насколько я понимаю, там стоял не за одного помещения, а там было несколько конкурсов, в общем, он там имел как бы служебную площадь. Вот. Ну, да. Значит, поначалу, когда он взял, так сказать, на себя руководство типографией, там, в общем, были очень разные шрифты, разрозненные, и, конечно, там не было никакого порядка, поскольку нефор был этим заниматься сильно. Он, прежде всего, начал с того, что он заказал шрифты у Фурни. Потому что он, значит, преклонялся перед Фурни, Фурни у него был в юности одним из его кумиров, так же, как и Баскерли. Вот. И он тоже, он внедрил немедленно самую систему Фурни у себя типометрическую, то есть, в общем, это всё делалось. Вот. И его первые шрифты, да, и он, значит, стал резать свои собственные шрифты, потому что у него же не было сначала шрифтов, должен был их, требовалось некое время, чтобы как бы их... Хотя он был безумным, как бы он работал очень быстро, и он был очень... это человек такой трудоголик, трудолюбивый, безумный. То есть, он сделал какое-то огромное количество шрифтов, в смысле, вырезал плансонов там, гигантками. То есть, его, после его смерти, их там, они все посчитали, там, несколько десятков тысяч. Как он это умудрился сделать, никто не знает, но, в общем, будет. Да, предполагалось, что ему кто-то помогал, но, в принципе, нигде об этом не пишутся. То есть, ну, вообще трудно человеку представить себе, что человек мог сделать столько за свою жизнь, даже долгую, вот, столько этих самых плансонов, и отлить столько, значит, литер, но, тем не менее, он, как минимум, считает, что он сам все это угодно. Вот. И вот первое его... Одно из первых его, значит, изданий, это, значит, вот онтология восточных свадебных песен, издалания называется, ведь экзотик экзотис, экзотис юбис эм, вот. Вот. То есть, это на экзотических языках, в основном, односложных. Вот. Вот это его типерный лист, в русском, значит, где-то было. Вот. И здесь еще использованы шрифты, значит, переходные типы, то есть шрифты Фурнье, и те шрифты, которые он вырезал в подражании Фурнье, он сначала, значит, подражал Фурнье. Вот. То есть, я не знаю, от его собственных шрифтов или это купленное, но на самом деле они явно еще одно из их переходных типов, потому что... Хотя, в общем, так уже похоже на... Ну, здесь строчных не видно. То есть, здесь только прописные, прописные уже менее заметные. Так. Вот. Значит, это уже первый... Первый, значит, первый шрифт слева, первый, значит, антиклонового стиля, вот этого Гораза, вот это, значит, сочинение Гораза, это, значит, 3795 год. Он очень, очень активно и ревниво следил за всеми достижениями европейской самотипографики. В частности, за тем, что делает его непосредственно конкурент Дидо. То есть, он его рассматривал как конкурента, он был младше немножко, и он, значит, хотел сравниться с ним, делать не хуже. И шрифты делают не хуже, и сами знают. Вот. Ну, поскольку в этом смысле Дидо первое придумал эту самую, ну, новый стиль мантикли, то, значит, когда Бадони это, значит, увидел уже результаты, соответственно, он очень быстро, так сказать, тоже перенял этот стиль, и он его уже довел до совершенно, такого абсолютного совершенства. Вот. Ну, вот видите, но вместе с тем считается, что шрифты Бадони, они все-таки не такие, вот, значит, шрифты Дидо, они очень рациональные, они такие по-французски, значит, полны такого французского рационализа. А шрифты Дидо, то есть Бадони, они более живописные, они более живые, если можно сказать про более живые, про этот самый шрифт мистецистический, тем не менее, все-таки, они немножко действительно более... Вот, и вообще то, что потом, более поздние эти самые люди, там, в 20 веке сделали из Бадони, чисто геометрические шрифты, вот, это, на самом деле, очень сильное упрощение. На самом деле, Бадони, если вот изучать его настоящие шрифты, так сказать, его собственные, бодлинные, вот, они далеко не так, это самое, далеко не такие геометрические, как бы, не так, не такие сухие, как шрифты, как шрифты Дидо и как принято считать они, вот. А вот справа, кстати, это его еще, значит, каталог шрифтов, его первое, 1788 года, здесь еще, видите, переходные антипы, отчего его видно. Здесь достаточно, все-таки, немножко скругленные засечки, значит, немножко видно, что вот, надплыв немножко сдвинул с луце, маленькие капли еще, как мне, они не совсем оформившиеся, хотя и она узкая, видите, вот. Ну, это крупнокеды меньше, естественно. Потом, вот, еще обратите внимание, вот у него, у А в курсиве, здесь немножко такая вот, он, как бы, не замкнутый вот этот овал, он окончается некой маленькой, такой подобием каплей. И эта капля-то уже примыкает непосредственно к вот этому самому пиху. Ну, и, собственно, у К тоже самая такая же, это вот только у Д тоже такая же деталь. Вот. Ну, вот это, как бы, характерно именно для Бадони. Так, вот это его, значит, титулный лист уже второго издания «Мануальная типографика», первый тур. Ну, собственно, вот в этом самом черной книжке там он фактически приводится. Вот. Значит, в 1818 году. Значит, Бадони умер в 1813 году. И его дело продолжила его вдова, значит, самая Маргарита. Она, как бы, пять лет... То есть он начал собирать материал для этого издания, и написал предисловия там, и какие-то сделал пробные эти самые отпечатки, пробные ровы какие-то. Вот. Ну, не все шрифты успели... То есть шрифты-то были уже сделаны, но не все шрифты успели набрать. Вот. И вот она, значит, занималась тем, что пять лет она готовила это издание. И вот через пять лет уже это издание, знаменитый в итоге, как он был, вышел. Вот. Естественно, он подражал Фурньер, в том смысле, что Фурньер первый издал книгу под названием «Типографическое руководство», как он называл, он по-французски назывался «Мануэль из по графику». А, значит, это по-итальянски, значит, «Мануэль из по графику». Вот. И... Причем этот самый Фурньер не успел издать, он хотел четырехтонный издать, изгелательное, значит, издание, но он не успел, значит, два последних тома, и, значит, уже они не вышли. А Мадонна самая, он как бы, он тоже не успел, но, так сказать, его вдова до конченного дела, и, значит, вышли в двух домах. Вот. И вот, значит, обычно у него тут везде цитаты из речи Цицерона против Катерины. Вот. Это знаменитое, это самое, начало. «Доколе, наконец, у Катерины будешь ты злоупотреблять терпением нашим». Вот это, значит, «хоспе тандема амптере петелина петенца носа». Вот. Ну, дальше уже... Вот. Это, как бы, вот такая проверочная фраза, собственно, это еще у Бадони, у Баскервилля было, но как-то вот, видно, после Бадони все уже стали считать, например, при модели, что Бадони. Вот этот шрифт называется Теском. У них некоторые названия шрифтов имеют... То есть они, в основном, назывались либо по размерам, то есть по кеглям, либо по каким-то своим призывам. Что у него были специальные названия вернитуры, вообще трудно сказать, но какие-то они... Некоторые, наверное, и назывались. Вот. Или они назывались, скажем, просто греческий шрифт, или там русский шрифт, или еще какой-то арабский шрифт. Вот. Так, вот это, значит, шрифт... Ну, они вообще... Нет, они не имели название. Вот это, видите, называется... Это самое... Империар. Поэтому самый крупный шрифт назывался Попали. Значит, чуть поменьше, значит, империаре. А то там был дух, дух или, значит, герцовский, королевский, королевский, значит, вот так вот. Вот. Ну, это конечно резко. Это просто имеется в виду, что это крусив. Крусив такой вот, да, писем, видите, с такими прочерками тоже. Вот. Вот, значит, то есть это свож-картес, как это сейчас выглядело. Значит, то есть С тоже, видите, с такой спиралью внутри, необычный. Кус, значит, в таком вот завинку. Вот. Вот, в принципе, это уже, наверное, это самое, это уже все-таки облакоперенный, но это уже антиэкономический, естественно. Так. Вот это, значит, еще декоративный курсив с рощами, пожалуйста, свож-картес, которые потом были повторены уже в наше время. Вот. Вот это, значит, русский алфавит антиквизм, значит, оттуда же изгонували антиплографию. Вот. Ну, русский, я вам уже говорил, довольно странное зрелище. Видно, что у него были образцы, но там вообще были образцы русских шрифтов, поэтому еще в этой самой типографии ангригации веры, пропаганда веры, пропаганда Фида в Риме. Вот. Поэтому он, в общем-то, был золотом с ней в некотором образовании графики, но не сильно в нее вдавался. Потому что, понимаете, вот такое вот и нарисовать все-таки ни один наш человек не сможет. Даже, даже, хотя у него наверняка были образцы каких-то там каталоги шрифтов XVIII века, там каталоги шрифтов, значит, московского университета и, может быть, эта типография Академии наук в Тербургской, но все равно. Вот это вот, ну вот У такое тоже не совершенно падающее, такое вот латинское К и такой вот полуставный Ж с такими вот элементами пламевидными, то есть это точно как в полуставе, можно видеть, чтобы смотреть. Вот. Зе очень тоже какое-то маленькое, то есть вот с этой маленькой петлей, довольно странное. Особенно я, конечно. То есть, на самом деле, я вам уже рассказывал, что он, видимо, надеялся сам получить большой заказ от будущего императора, значит, Павла Петровича, и что для этого он делал с самого начала, значит, много-много гириллических шрифтов, то есть русских и даже каталог выпустил специальный. Видимо, этот каталог нужен был для того, чтобы его вручить Павлу, который тогда путешествовал вместе со своей второй женой, с вами как путешественник был по Европе, в том числе и по Италии. И, значит, вероятно, это было принято посещать знаменитых людей, в том числе Бадоник тоже относился к знаменитому миру. Вот. Но что-то там у них не получилось, поэтому образцов этого самого... То есть были в России найдены, ну, то есть имелись, конечно, были куплены, привезены те самые экземпляры самого труда, те самые мануалы-типографика, но шрифтов в Бадонии в России как-то не обнаружили, ни шрифтов, ни их отпечатков, то есть они вообще в России не попали. И я думаю, что слава Богу, потому что у нас тогда были бы вот такие вот ряды, совсем не было. Вот ещё, значит, образцов этого шрифта, вот ещё такой вот, такой вот Б замечательный, с крючком на конце. Вот видите, насколько, насколько и как видно, что вот нормальные совершенно вот европейские формы, значит, А, Е, там, С, хотя С непонятно, почему оно с косичками, это же всё-таки строчнее, знаю. Но, в общем, тем не менее, здесь, конечно, есть какие-то странности. Вот. Он тоже считал, что, значит, набор по-русски – это набор по-петелям. Вот. Но, тем не менее, думаю, такая-такая маленькая, такой вот Д, вот такой вот безобразная Б. Вот здесь же, кстати, не с такими вот, не с умейными концами, здесь же, конечно, ближе, уже с каплями уже были, но всё равно каплаки маленькие. Ну, как будто это всё-таки, как будто и коробяк-целебурки. Особенно курсив, конечно, хороший. Курсив, на самом деле, достаточно, похож на курсивы русских курсивых середины восемнадцатого века. По крайней мере, вот это вот И там именно такое было. Вот. Ну, вот самая ядь, например, она просто наклонная, Д наклонная – это тоже тогда так делалось. Вот. Трехножное Т, кстати, и здесь, и строчные, и в прямом, на чертане, и в курсиве. Вот, опять же, Е нормальная, А вот такой вот вид тоже с этим сам, с каплей тут. Вот. С, опять же, нормальная, хотя и с каплей, потому что, вообще говоря, строчные, здесь должна, то есть не с каплей, а с засечкой. Вот. И вот такой же, такой вот бэнтинг появляется. Ж очень несбалансированная верхушка, очень светлая, а низ очень тяжелые, это тяжелые капли. В смысле, эти ветви, причем они еще разными совсем, на самом деле находятся. Т.е. человек, ну, про это, протверные знаки общения. Ну, тем не менее, вот такой, видите, написано просто «русса», то есть это, ну, это один и тот же кемель, видите? Нет, это даже «русса». Вот, у них там можно было просто сравнить, вот видно, что можно сравнить, значит, латинский шрифт, латинский «руссив» и «руссив», значит, и «руссив» и «руссив». Вот, это явно одна и та же, так сказать, один и тот же кемель, и одни и те же знаки, фактически. Вот «е» и «е», «а» и «а», «б» и «б», то есть «в» и «в». Вот, «с» здесь нету, а остальные вот такие вот безумно затеянные, то есть чудовищные. Ну, если так все гармонично, хотя, видите, здесь вот тоже немножко они чуть-чуть закругленные, эти самые засечки, то есть здесь это все-таки еще немножко встает, в смысле, не совсем, немножко к переходу на антикви относятся. Хотя, на самом деле, есть такая форма этой самой антиквы нового стиля, которая такой немножко вот англо-шотландская антиква, она немножко ближе вот к этому. Так, сейчас у нас все, да, ну вот еще его, значит, его этот самый каллиграфический шрифт, он даже, видите, рукописный такой, вот, а это образцы шрифт, значит, дугали, дугали в трех насыщенностях. Он пытался сделать немножко разную по цвету, то есть вот этот посветлее, это еще чуть-чуть немножко жирнее, это совсем, еще более жирный, но вот, скажем, если вот эти два поменять друг с другом, то здесь еще видимо разница. А тут, на самом деле, скорее он искал какие-то, это самое, вот, искал возможность играть по этим цветам, так сказать, искал шрифт для какой-то определенной работы. То есть он делал, делал немножко посветлее, попробовал, потом сделал немножко пожирнее, вот, чтобы как-то присмотреться. Естественно, это еще никак не относится к жирным начертаниям, а тем более к выделителям, потому что выделения тут очень слабые, в смысле, если искать. В мелком кегле это вообще просто. Ну, это вот только в таком смысле. Вот, вот это вот Бадони, уже современный Бадони Бауэр, значит, вот это верхний шрифт, это шрифт Бадони Ферма Моноталь, вот, значит, это Бадони Бауэр, это такой упрощенный Бадони геметризированный, где уж точно никаких вот этих вот живых черт там не осталось, просто все выровнено. Он очень красивый, на самом деле, у нас такого нет еще, и, может быть, есть такой план у него сделать такой шрифт тоже, потому что, ну, должен быть Бадони более живой и более, более, более жесткий, более твердый, тем более, что еду у нас толком нету, в общем, хотя бы это тоже зависит. Вот. В принципе, такой немножко похожий такой шрифт был сделан Дмитрием Керсановым по заказу фирмы Абертольд, нынешний Абертольд Тайпс, который в Чикаго, вот, но пока мы его как-то так не договорились, вроде собирались мы его тоже продавать, но пока его продает один Бертольд. Через свой, наверное, магазин. Ну, тоже, и это как бы в рамках того же заказа, что вот Мага делался, сам акцидент, гротеск, вообще, вот Бадони, Бертольдовский Бадоник и еще что-нибудь там было. Вот. Ну, видите, здесь, в принципе, эти самые Бадонистые черты, они здесь видны во всех этих шрифтах. Вот, в частности, видите, прямой вот этот хвост Уху, он так вниз, вертикально опускается, потом заворачивается. Потом, ну, вот достаточно мягкая эта самая нога Уэр, но она, видите, все-таки здесь средняя линия, она все-таки пониже, не такая, как у Дидо, значит, все-таки его, видимо, этот самый чувство, значит, прекрасного у Бадони был воспитан на античных образцах, и, значит, он не очень жестко поступает с формой, как у Дидо. И, значит, что-то еще? А, еще характерная особенность у него затылок, вот Ухуа, в общем, какой вы вырежете, сейчас я вам покажу. Вот это вот, еще цифровой шриф на тель Бадони, вот, верхняя, а вот это вот, значит, Бадон Вудфейс, это самый, как раз вот самый шрифт, который сделал Диукин сам. Вот, ну, это еще, по-моему, этот самый, это, по-моему, металлический, металлический, металлический набор. Вот наборный, я не думаю, здесь список наборный. Вот Бауэр Бадони, значит, тоже цифровая версия, А, это цифровой шрифт Бадони 12, значит, Бадони 12. Значит, в девяносто четвертом году был выпущен такой грандиозный проект ITC, значит, то, что называется ITC Бадони. Значит, это грандиозный проект, потому что он состоит из трех разных шрифтов, как бы, ну, для разных кегелей, значит, был, значит, ITC Бадони 6 для 6-го кегеля, для мелких кегелей вообще. Значит, ITC Бадони 12 для обычного, этого самого, для никакой текстовой нормы. Бадони, Бадони 72, то есть, Бадони, значит, 72 для крупнокегельного. Вот у нас был сделан, то есть, вот Дима Кирсанова сделала свое время кирилизация шрифта Бадони 72. Они пытались сделать, то есть, вот эти самые, это, значит, была команда шрифта, значит, 4 или 5 человек, который возглавлял самый Стоун, известный бывший главный художник фирмы Adobe, который сейчас, как бы, существует сам по себе, у него своя фирма, Стоун, Стоун Фейс, могу его называть в Калифорнии. И, ну вот, во всяком случае, он это дело возглавлял, и вот, получился вот это, значит, Бадони 12. Так, сейчас, вот, это как раз вот эта цифровая версия, кириллическая версия, значит, Кирилл Санова, это Бадони 72. Значит, сверху латиниц, сниже кирилл. Значит, они хотели, когда они начинали это делать, они поставили себе задачу сделать не, этот самый, не упрощенный такой вариант Бадони, который, вот, Бадони Бауэр, там, и вообще, как бы, принято было, что Бадони, это чисто киометрический шрифт такой, вот. А они хотели сделать такой шрифт, который имел бы действительно, то есть, который бы повторял бы шрифты настоящей шрифты Бадони. И они, поэтому, ездили в Парму, там, просто в Парму была очередная конференция, там, значит, они в музее изучали это дело, просто специально туда поехали, значит, изучали, вот, потом они нашли в Америке уже, ну, еще экземпляры этого самого, мануальной инфографика, и, там, переснимали там много-много раз, выбирали их, значит, формы, вообще, выбрали какие-то... Там, поскольку шрифтов очень много было, то там трудно сказать, когда... То есть, надо просто было выбрать, вот. Ну, и вот, значит, они до крупного кебеля выбрали этот самый, как бы, попали этот самый, что это, шрифт выбрались, значит, такой вот... Ну, видно было, что вот эта вот форма А, она очень похожа на то, что мы видели... Ну, я говорю в этом. Сейчас я вам... Ну, вообще, вот эта, например, вот эта вот А, хотя здесь она еще не круглая капля такая, ну, даже вот тут, вот вид видна, вот B2, она, в принципе, очень похожа на... Вот, значит, здесь специально вот, если говорить о кириллической версии, то здесь самое использование, конечно, формы старые, значит, то есть формы, там, середины 18-го века, вот как раз этой самой типографии Академии наук и типографии Московского университета, поэтому тут и даже где-то и Петровский, шрифты, то есть вот D, видите, без засечки, справа и L тоже, вот, треугольное L, такое вот треугольное в виде этого самого латинского паруса, а и такой вот L тоже примерно, вот, Z тоже с... ну, как в этой самой... как в елизаветинской гранитуре, то есть с петлей, значит, и с пламирином с этим концом, вот, ну, K там, в общем, похожее на батоне, там вообще, так говоря, K оно латинское, вот такое, здесь, значит, оно всё-таки было сделано с... с мягкими видами, такое, значит, это C и сейчас с такими вот хвостами, U немножко было чуть-чуть спущено, ну, вот, ну, не страшные, в общем, тоже примерно такие же, как-то, почему-то всё достаточно длинное. И E, видите, тоже, как бы сейчас делается в другую сторону, если делается такой изгибистский язык, то он обычно так не сделается, а здесь она так спускается вниз, это такая специальная арханичная черта, характерная для XVIII века. А тут нет такого, что в страчной букве O контраст меньше, чем 27 знаков строчных? В страчных букве O, по моему, не знаю, здесь почему-то он членнее, вот, но, в принципе, это, я не знаю, что здесь такое, может быть, там дефект какой-то... Ну, так не должно быть, да? Нет, так не должно быть. Я думаю, что нет. Обычно бывает другой, ну, буква O, в смысле, буква O, а 0 в этом самом минусском или цифре другой по контрасту, но здесь что-то такое непонятное. Непонятное. Шармолия тоже, на самом деле, минусском или цифре. Тоже не было. Ну, здесь не такое. Ну, здесь не такое. Ну, он светлее. А это такое ощущение, что он просто жирный, или он вообще попал из другого? Из другого. Возможно, что как-то... Потому что это похоже вот на это. Ну, непонятно вообще, надо вообще проверить. А тот спил, что-то случилось, протесталит. Смирил, мне ответственность. А знаете, на самом деле, вот эти, я когда не специально, ну, кто же им не пользуется? Значит, я просто для того, что мне нужно было для всяких таких вот дел и так далее, я их себе поставил. Я просто был в полном ужасе. Каком, наверное, безобразном состоянии вот эта самая самая анцифровка. То есть вот форма этих знаков. Там очень грубо, очень плохо. На самом деле, они хотели сделать, выпустить этот самый multiple master. Потом оказалось, что это не получается. И они, значит, с помощью этого multiple master сделали три этих самых варианта разных. Причем там особенно шестой. Шестой вообще кошмарный. У меня здесь где-то дальше есть. Сейчас я... Нет, это вот 72, это нормально. А, вот они. Вот видите, знаки, три варианта. Вот этот, значит, 72 сверху. Это, значит... Здесь, видите, здесь оно нормально, как видите. Почему там оно жирное, я не знаю. Может, попало вот это. Возможно, как-то случайно. Так трудно сказать. Но здесь вот 72, вообще никто никогда не жаловался. В погоне 72 все пользуются, поскольку он, как бы, есть. И там нормальное О. Вот. И здесь, видите, оно нормально. А там, может быть, я просто где-то там что-то не встал. Вот. Ну, что-то похоже, что вот это. Вот это, значит, это 12-ое. А это 6-ое. Вот. И увидите, какая форма безумная. Какие. Жуткие совершенно... То есть, я не знаю. Вот они ломанные все. Вот. Вот. То есть, живо. Видите, она такая треугольная. Треугольная, ромбовидная. Вот здесь тоже достаточно кошмарный. То есть, это вообще, говоря, я не знаю, что... Слава богу, этого не сделали. Это как бы... Оно существует только в латинском виде. У нас его можно не использовать. Вот. Но очень плохо. Хотя, конечно, в 6-ом кегре это, может быть, все настолько нивелируется, что это даже не имеет значения. Здесь, видите, они прогнутые засечки такие вот. Причем прогнутые совершенно по-разному. Потому что каждый сайт говорит... Я, на самом деле, на это смотреть не могу, потому что я не понимаю. Я как-то всегда считал, что если уж они должны быть прогнутые, то они должны повторяться в конце. А тут они, в общем, только куда. Как... Ну, вот... А здесь, видите, они немножко закругленные. Здесь это все как бы нормально будет. Вот. А тут то же самое, но они вот, когда они крупные такие, в смысле толстые, это получается уже, чтобы... За соль, то вот тут это просто все ломали. То есть, скорее всего, просто у них этот самый multiple-мастер этот, он просто начал там завираться. То есть там же, если они точно соответствуют... Вообще, multiple-мастер хорошо работает, когда абсолютно соответствует количество точек, соответствует... и тип точек соответствует всем мастерам, то есть, всем образцам там, самым светлым начертаниям, самым жирным начертаниям, самым крупным, самым мелким. Вот. Когда там немножко они не соответствуют, там начинаются всякие... могут быть всякие передряды. То есть, там могут контр там петлей завиваться, там где-то сдвигаться, там где-то поломаться. Вот еще, собственно... Так. Это характерная форма Златов 72. А, это значит еще... Кирилл, это самый Кирилл, в смысле, это курсив. Курсив здесь очень такой лихой. Вот. И еще тут есть, по-моему, ну да, вот это современный... просто список современных шрифтов в Бадуле. Знаете, теперь давайте, например, сделаем, потому что, опять, уже четверть девятого, во-вторых, у меня уже... Значит, тут, на самом деле, еще всякие русские шрифти вклиниваются между... Значит, это... Теперь... Значит, надо вам сказать, что, вообще говоря, вот... В начале девятнадцатого века уже в каждой стране... В каждой такой приличной европейской стране был свой человек, который делал, значит, антикманного мастера. Значит, в этом... Во Франции, вот, был Дидо. В Италии, в Бадони. Вот. В Германии было даже двое. Был тут Рильвиц и, значит, главного образования Юссейф, типа, Альбам. Но, на самом деле, там, где-то в Испании тоже кто-то был, и еще кто-то. Так что, просто мы про них не очень знаем. Значит, сначала... То есть, суть по всему... То есть, насколько шрифты... Шрифты Дидо, в частности, были в безумной воде, вот, в начале... В начале девятнадцатого века в Депропе, несмотря на войны и всякие ужасные революции и прочее, значит, эти самые потрясения. Вот. Можно судить просто, вот скажем, это... Значит... Вы помните, первый шрифт нового стиля Дидо, значит, сделал в 1784 году, если бы он его показал. Сделал его, наверное, раньше. Вот, через шесть лет в... В городе Генов, значит, слововедчик, пансонист Карл Людвиг Прилец, сделал вот такие вот... То есть, выпустил каталог шрифтов, значит, который считал, что он... А не в стиле Дидо сделан. Конечно, это, как вы видите, всё-таки это довольно горелый такой шрифт. То есть, он как бы не с Дидо, тем более с Бадони, это... Какого... Он не имеет, значит, связи... То есть, имеет связь, в том смысле, что... Контрастность. Вот. И даже, вот видите, резко обрубленные капли у них... Вот. Вот. Вот, скажем, тут даже курсив явно, вот, значит, О гораздо больше по размеру, чем обычный шрифт. То есть, он как бы даже не медленно... Но, тем не менее, вот такой... В этом есть какая-то самая... Некое обаяние такое, наивность такое. Вот, значит, если вырубил шрифт, как мог, так выберем, и, значит, вот... Мы, значит, подражаем новую стилю Дидо. Вот это было как-то рекламировано, и вообще-то было говорилось специально... То есть, рекламировалось газетам. Значит, первый, собственно говоря, человек, который всё-таки подошёл ближе к шрифтам, Дидо и, там, может, не Бадон. Бадон, кстати, значит, писал в своём предисловии к своей этой самой книге, что он научился делать такие тонкие штрихи в буквах и такие тонкие засечки, как никто в Европе. То есть, он очень сильно гордился своим мастерством и, конечно, был самым пансонистом. Поэтому ему, как бы, подражать было не так просто. Вот здесь видно, что человек даже, как бы, на форму особо не обращал внимания. Они не такие рубленные, романые, а, значит, там всё-таки достаточно мягко. Вот, значит, Юстус Эрих Вальбал, значит, работал в городе Волгкос в Даймаре. В принципе, вот он был как раз, гораздо более, оказался такой, более продвинутый человек и ближе к этому саму шрифтам Дидо, естественно. Но это, правда, уже не его конкретный шрифт, это, в смысле, не его оригинальный, это металлический набор фирмы Гертольд из каталога. Вот, это тоже Вальбаум Антиквар. Они сделали, конечно, то есть реконструкцию всё-таки на основе шрифтов Вальбаума, но всё-таки, ну, они очень достаточно близкие, достаточно похожи. Вот, обратите внимание, значит, характерная, опять же, его черта этих самых Вальбаумов. Во-первых, маленькая, ука, значит, маленькая верхняя часть, на передней перемычке здесь, видите, маленькая, значит, и длинная такая нога, вот. И, кроме того, конечно, вообще, маленькие верхние, то есть средняя линия довольно сильно подняты, и вот особенно строчное А, видите, у неё тоже совершенно треугольная засечка. В смысле, вместо капли она такая, капли имеет треугольную форму. Вот. И ещё, значит, характерные цифры, вот двойка и тройка, значит, двойка без капли здесь, и только с таким острым, тонким штрихом. Причём, видите, у шестёрки и девятки капли есть, а, значит, у двойки, тройки и пятёрки нет внизу капли. И, значит, они такие какие-то очень мезорхичные, я бы сказал, такие очень... Ну, в общем, что-то такое страшное. Вот. При этом, значит, курси, видите, они нормальные, то есть это вполне, вполне такие минусные цифры, похожие, там, на средневековую, на старостильную интиму. Характерно, опять же, здесь, видите, Z, здесь прямая совершенно, прямой штрих, толстый, а здесь, значит, визу, это, значит, такой, рощик такой. Маленький, относительно маленький, маленький хвост, как вы видите, вот. Ну, в общем, вот такой вот штрих, то есть он, на самом деле, немцы его очень любят, даже больше, чем... Они очень нежно трепетно относятся к батоне, где то как-то сейчас не очень, вот. Но, значит, вальба, он даже пускай будет немножко корябенький, но он свой, и они его как-то очень сильно важны. Смотрите, даже C с этой самой сиделью, то есть сидель тоже такая маленькая, и приятно иногда писать без зада без ножки, а прям прицеплено на приклеенок к авабу снизу. Вот. Ну, вот этот вальбом фирмы Renotype, значит, уже цифровой шлифт. Весьма и весьма похож на этот самый, на то, что я вам показывал, это металлический набор, соответственно, это уже цифровой. Смотрите, тоже курсиве К с круглыми, этими самыми изогнутыми ветвями, очень высокой средней линии, вот. Но, тем не менее, он, в общем, весьма похож на наши нынешние эти самые шлифты, в смысле, опять же, К вполне. То есть это лишний раз доказывает, что, на самом деле, кириллица сложилась уже только в начале девятнадцатого лета. И вот формы шлифтов начала девятнадцатого века, они для нас свои, они не вызывают у нас такого удивления и даже где-то внутреннего отражения, как шлифты, там, более ранние, там, Гарамона, там, скажем, или Альда и что-то. То есть там не приходится, там, стоять на голове высунувший язык и, значит, придумывать, ну, что-то, выкручивать какие-то страшные эти формы, чтобы, значит, соответствовать. Здесь получается, вот, кириллица к таким шлифтам получается легко и естественно. Хотя, на самом деле, тут был уже опыт делать Вальбаум, и так до сих пор как-то он не имел продолжения и ничего, как бы, до конца не получилось немножко. То есть тут оказалось, что Вальбаум тоже непростой шлифт. Ну, вот, по крайней мере, Батроник делали разные несколько вариантов. В принципе, он достаточно, не то, что он непростой шлифт, но он и не достаточно понятный пока. Вот, смотрите, здесь тоже, у нас эта перемычка, здесь она побольше сделана, здесь она еще длиннее. Видите, то есть это просто уже, у нас некоторые сейчас такие шлифты делают, вот, с такой, с такой, так, чтобы, значит, не возиться с ветвями, если, там, изгибать или чуть-чуть, ну, что не тут. Вот, делается такое, особенно желт такое. Весьма, весьма получается, ну, такое технологичное желт, когда, когда в этой есть тонкая перекладина, она не дает этого самого жирнения, поэтому все и все хорошо. Вот эта, характерная форма, этот самый Вальбаум для нотайковства. Поскольку он справа в виде, он у меня был, я его, вот, на самом деле, не было видно. Вот, видите, какая, видно вот перекладину тут, отчеркивая. Вот, квадратно-заквадрачное такое А, вообще все немножко, немножко овалы, немножко заквадраченные, в этом, значит, выражается их немецкая сущность, такая вот, тевтонская, знаете, мощь, я бы сказал. Вот, они, они сами как-то так воспринимают. Вот, вот маленькая, маленькая вверхняя часть люка, и довольно большая нижняя, потому что это пудника, я бы ее здесь делал. Ну, в общем, вот такая, такой шрифт. Очень тоже правильный, и, вот, здесь, кстати, у бадони, если вы заметили, там небольшие выступы есть, то есть там не прямая засечка, особенно вот эта вот левая, вот, а там немножко небольшой такой вот вверху чуть-чуть возвышение существует. Сейчас я вам покажу. Докажу. Ну, здесь так, тут-то вообще она довольно похожа на, даже здесь везде небольшой, это самое, сдвиг такой вот есть, то есть небольшой от острых конец. А вот у дедой, значит, у альбама, там все чутко без всех каких-то, без этих инфруктов. Видите? Это признак переханой? А? Признак переханой или нет? Это признак артистизма, я подумал. Он не мог сделать вот так вот, потому что у него всегда что-то было. Хотя надо сказать, что вот в одном месте, у Уэра, вот тут, через такой тоже немножко она чуть-чуть пудрит. Указ там едется, едется. Указ. 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 Указ, да, указ. Указ, да, указ. Указ, да, указ. Указ, да. Указ. Указ. Указ, Access. Указ, указ, вот это все самое, безонтальное, как ты шло. Вот. Интересно было, вот, достаточно свирепая такая категорида. Ну-от единица, т.е. двойка зад, не-я почти, что значит, только без так, но, значит, значит, это длинное на телесанах восстан. Довольно характерно, довольно странно. Характерно ничего для них? Для борьбов. Просто борьбов можно определять по другому. Шить, я имею в виду, не от самого. Теперь, значит, у меня больше нечего сказать. Давайте я про нас. Про то, как антигма нового стиля в России жила. Все началось опять же с дедов, которое было принято везде звать, приглашать, у него заказывать через письмо. Это то самое письмо, про которое я вам уже несколько раз говорил. Письмо императору всероссийскому Александру I. Парижа в 2014 году, в мае. Как раз только союзные войска анти-наполеонской кориции взяли штурмом Париж. Причем там основное количество, то есть, главным образом, более русские войска. Поэтому Александр I был главным человеком. И вот к нему обращается, значит, бизнес прежде всего. Война войной, а это не важно. Ну, значит, мы всегда... Смотрите, текст какой замечательный. Я его, опять же, уже неоднократно читал, по-моему, но еще раз можно. Вот, значит, удостойте принять мой перевод Вергилиевых... Это вообще, это не просто письмо, это фрагмент каталога. Это как бы образец его шриста. Значит, удостойте принять мой перевод Вергилиевых и теоретных пастушеских стихотворений. Пусть благоговейное приношение сие послужит мне законом в трудах моих над превосходнейшими русскими лидерами, которые обязаны для Вашего Величества. Ну, обязаны. Давно Россия есть вторым отечеством для художников Франции. Уже они благословляют царевое имя твое при воспоминаниях твоей бессмертной прародительницы, сей жены, которая Европа вместила в ряды великих людей, то есть Екатерина II. Значит, о, сколько искусства твоего любимые будут признательны к своему знаменитейшему покровителю. И тут еще стих. Значит, «Искусство гала в страсти благоговейно, и Екатерина снова воскресла в нем. Предайте дух добро к нему священной, в глубокой вечности, в восторге вы своем. Вот, «Сминственный государь Вашим императорского величества, сгернивший слугателем и дедом». Ну, это как бы положено вот так писать, это так вообще-то было принято. Но само безумно самое лизаврюдское такое верноподническое само письмо, само содержание, оно, в общем-то, демонстрирует как его надежды на то, что у него будут большие заказы из России, так и, собственно говоря, он, видимо, не ошибся. Потому что, действительно, вот прямо как это самое, суп в кастрюльке из Парижа прямо и, значит, шрифты непосредственно от дедов, они были вот постоянно как персонажи. Причем это началось еще в восемнадцатом веке, значит, в конце восемнадцатого века. Вот, значит, это русский шрифт, видите, вот показано это, значит, с каталога шрифтов, значит, ну, просто крупнее. Вот. Вот, если, как бы, внимательно надо это посмотреть, это вполне нормальный, ну, почти, вот, за исключением курсив. Курсив немножко еще странный, вот. Потому что курсив, на самом деле, уже русский курсив до конца сформировал ревильон. Это было чуть-чуть еще через десять лет, примерно. Вот. А, значит, прямое начертание, вот, за исключением трехножного Т, все остальное, ну, просто вот, ну, Т немножко можно не поменять. Но, в принципе, все это уже ничего. И вполне можно, вполне нормально читается. То есть, попробуйте Петровскую книгу так читать. Так она, там, закавычка такая всякие, именно сами формы снабы. А здесь все, вот, и человечество. Ну, немножко, то есть, это не хуже, чем Елизаветинская, Ебанинская. Вполне на этом уровне. То есть, это на уровне развлечения отдельных гарнитур. Не на уровне эволюции самого, самих форм. Письма. Вот. Значит, вот это первые шлифты этого самого Дедо. Причем, считают, что это не Ферменный Дедо, а Пьера его старшего брата, который тоже, я говорю, баловался немножко, резал разные шлифты поначалу. А потом он вообще другим занялся. Вот. И вот это, значит, стихотворение Наклеона Тийского. Это, значит, Санкт-Петербурге, 1894 год. Типография корпуса чужестранных единоверцев. Тоже хорошее типография. Название, короче. Корпус чужестранных единоверцев, это, значит, православное, которое не расист. Вот. Вот. Ну вот тоже здесь видно еще это самое К латинский. Здесь это тоже. Это уже 15-й год. Типография, шлифты Ферменный Дедо, значит, типография Всеволожского. Опять же, только война кончилась. Вот. То есть, может быть, они еще во время войны уже импортили. Как это все происходило, я не знаю, но вполне тогда такая была жизнь, что одни нам могли выливать, а другие могли торговать с тем же самым. То есть там не было, как сейчас стлашные блокады, и, значит, полное название. Вполне. То есть они могли сражаться, потом, значит, танцевать на одной балу вместе, потом опять сражаться, еще что-то делать. Вот, значит, впало бы К тоже латинское, а, значит, Ж здесь, по-моему, нету в этом. Эти самые... Здесь курсив, кстати, уже ближе к современному. Вот уже Т такое вот, как Л латинское, как видите. И уже ближе, хотя и еще все-таки такое более зигзагообразное, как в ранних курсивах. А, и П еще. П еще довольно странное. Вот Т больше уже стало такое, как М латинское, а П еще не превратилось в латинское Н. Оно еще остается таким вот сверху сверху и гладен, как П латинское, как греческое П. Ну, в общем, вот так вот это уже, значит, Москва типография к Семогольскому. Значит, дальше. Это, значит, типография Селивановского, Семена Леонидовича Селивановского в Москве. Вот эта вот обложка его каталога 26-го года, 726-го года. Вот. И это оттуда шрифты. Значит, парагон прямой, парагон курсив. Вот, курсив все-таки еще немножко... Значит, это он подражал. То есть это его же собственные наши шрифты. В смысле это оригинальные российские шрифты, не импортированные. Но он и Диану подражал Деду. То есть, скажем, если самая мануаль о Бадонье была на скольной книге у кого-то из наших типографов, то шрифты Деду они были непосредственно образцом для подражания. Ну, здесь немножко еще какие-то... Есть архаичные вещи. Там вот, скажем, высокие трехдезнаки, как в Петровском шрифте. Длинные ноги УВД. Значит, жетушь такой. Еще, например, это немножко еще... Вот, не очень. В смысле, тут шрифты Деду они более высокие, продвинутые уже. Это еще только... Ну, это просто, так сказать, образец. Вот. И это тоже, что у нас... Это у нас тоже оттуда же, из того же каталога. Здесь, видите, самые... А, здесь... Ну, здесь, в общем, тоже примерно такие же формы, хотя и не все. Здесь, как вы видите, этот самый твердый знак уже стал маленький. Значит, Т еще трехножный. К, К, Ж, еще, конечно, такие полуставные. То есть, это как Московский университет типографии. Б уже, в общем, вполне такое... Ну, в принципе, он достаточно светлый. Причем, смотрите, какие активно жирные эти самые прописные. Они просто как черные виды. Ну, это такой был стиль. Здесь вот видно, что это один и тот же шрифт. Значит, двойный видель курсив. И здесь вот видно вот прописные, вот строчные вместе с прописными. Здесь они тоже достаточно. И курсив, конечно, еще странноватый. Вот У такой вот с обрезанным концом хвоста. Д просто наклонная. Опять же, как в этих самых шрифтах 18-го века. Вот. К уже, уже у К появилась капма. Ура! Сверху. У Ж тоже, кстати. Но это, правда, еще появилось еще в Федоровском шрифте. Потом про него забыли. Потом сказали делать вот такие вот формы. А, значит, потом все-таки к этому уже вернулись. Ну, не совсем зрелище. Вот. И ведь И уже стало, и стало совершенно латинское. То есть, как латинское У. То есть, в общем-то, оно так вот рывками продолжалась вот эта эволюция, пока, значит, мы не зафиксировались уже на том, что на чем мы сейчас находимся. Вот какой-то замечательный это самый язык такой. Типа лет назад, вернее, торчащий такой. В общем, очень это самое поразительное. Я бы сказал, вот этих... Такое Э, оно, как и ассоциация называют, только базарной рукой никакой нет. Такой вот длинный язык такой, серьезный. Даже, может быть, не базарной, а площадной. Вот. Это, значит, тоже из Селивановской, из того же самого каталога, это крупнофибельный шрифт. Вот, видите, здесь вот шрифт. Кай-Ж здесь, конечно, такие вот, архаичные. Вот. А-М очень даже вполне нормальная. И-М, и-О, и-Н, и-О. Вот. И-И тоже такое. Д, конечно, немножко еще странно. А-Абсолютно европейское. А-Г. Ну и стоят вот эти вот шрифты. Вот. З с каплями еще тоже на восемнадцатый век где-то. А-Ж, конечно, вот. Так вот еще пока не совсем собралось. Вот. А здесь Витька просто К-Латинская. Вот. А-Ж уже с каплей. Вот. То есть вот так вот. В одну кильель. Они, видимо, это делают, использовали шрифты разного времени. То есть более ранее шрифты сохраняли в эту форму. Там, скажем, не переделали, не переделали новые, новые знания. Они просто делали, делали другой кильель. И другой кильель уже делали по новой моде. Вот честь, конечно, у них довольно странная. Потому что оно такое вот прямое. Кажется, что это взяли вен и обрезали. Может, так оно и будет. Снизу. Вот. Но вот эти вот знаки, вот, Ж, например, З, уже видите, с каплей внизу и сверху с носичкой, не так вот, как это. И вен уж такое. В общем, она здесь такой уже ближе к чему-то. Более понятно. Вот. Это, значит, Август Иванович Рене Семен, тоже типограф, словолитчик, родившийся в Париже, но всю жизнь проработавший в Москве. Тогда, вообще, это было достаточно просто. То есть, ну, множество людей, там, из Франции, Италии, там, Германии, они просто приезжали в Россию, здесь оставались, работали, там, покупали недвижимость, там, женились. И, в общем, всё, как бы, становились российскими в Париже. Это всё, в общем, было достаточно хорошо. Вот. И, вот, значит, вот это вот его, собственно, один из главных, таких вот, типографов и словоменчиков, значит, российских. Начало, вот, второй, значит, первой и второй, ну, начало того самого 19-го лета, вот 20-30-х годов, вот. Значит, вот это вот его титулилист его каталога, тоже 26-го года, как у Селивановского. Вот, вот, вот его портрет более поздний, по-моему, уже фотографий. Вот. И, значит, вот это, соответственно, вот, этот самый глава, самая вторая глава Евгения Онегина, который, значит, типография Августа Семена, а это, значит, его титульные буквы, значит, его каталога 18-го ещё. Он тогда был, значит, держателем императорской медико-хитрологической академии, то есть типографии, вот. Тогда была, часто такая была, что, такая практика, что сдавали там какую-то государственную типографию, которая должна была находиться, то есть при каком-то учреждении, значит, сдавали в аренду какому-нибудь предпринимателю, который её, значит, и содержал, и, значит, пополнял, использовал, как отпечаток и мазак-затом. Ну, значит, это, видите, в его типографии, как раз при императорской медико-хитрологической академии, значит, напечатан, вот, Евгений Онегин, который совершенно хирургингов в отношении, как его понимаете, Евгений. Медико-академии, значит, медико-хитрологической тоже. Вот, а это, соответственно, титульный букв. Вот, написано, двойной буржуа, вот это вот, значит, двойной корпус, двойной Цицера, то есть это двадцатьчетвертый кель, войной корпус это двадцатый, войной буржуа это горгез, это значит восемнадцатый. Вот, войной Минтеля это должно быть, это самое, двадцатьчетвертый, наверное, двадцатьвосьмой, войной Терц это... Наверное, как-то, это второй, что-нибудь, это шестой, я не помню, Терцес сколько. Вот, смотрите, какая красивенькая, это самое, краткая, завитушка такая, сейчас двую сторону нужно делать. Вот так, удивительно, что-то. Вот, так. И это, значит, военная была, военная типография Санкт-Петербурга. Вот, и тут, вот это вот, как раз, индивидуальные листы, это, значит, эти политипажи оттуда, вот, такие военные, вот, шлемы, видите, эти самые, всякие регалии, вот, значит, секира, это первый шлем, это венок, наградную. Вот. Шесты украшения виньета военной типографии, восемьсот двадцатый путь. Это, тут же, вот эта любимая картинка Юрия Яковлевича Шептурга Макерчука. У нее, каждый раз, когда в его книге происходит, вообще, он ее любит показывать, когда говорится о типографике, русской типографике, наверное, начало двадцать, девятнадцатого века, восемьсот двадцать первый год, из того же самого Аполога. Вот. А вот, значит, типография, опять же, Амбурса Семена в Москве двадцать шестого года. Это, значит, Дмитриева, это сама Апологи в четыре стишки. Вот. Вот это вот, Беха, вот такой вот, замечательная форма, какая вы видите. Вот. А вот это вот, значит, малый сагон, птицзагон, они как корявые демаскары какие-то очень такие, и качество нарезки гораздо хуже, ну, вообще, видите, какая форма странная. Вот. А вот это совершенно другая штука. И вот это, ну да, это вот просто сагон, это один шрифт, а это, значит, птицзагон другой. Вот. И вот большой сагон, вот, правило, такое уже более качественное, а малый сагон, ничего перенескар. Или просто кто-то делал не очень мелкий человек. Вот. А дальше вот уже дошли до Ревильон. Значит, Ревильон, значит, работал у, то есть его привез Плюша, который, значит, был издатель и, значит, типограф французский, который тоже приехал в Петербург, там, значит, основал, открыл дело свое, и, значит, вот, и, вот, предполагается, и в России Жон Ревильон, вот, предполагается, что он привез с собой Ревильон. Жон Ревильон, в общем, известно, что он родился тоже в Париже, а, значит, стал российским, лучшим российским типографом, да. И вот, значит, его, значит, его, значит, его каталог, один из его каталогов, в 41-м году, у него там был еще, это, как бы, по-моему, третий каталог его, ну, там, в каком-то, в 38-м году, по-моему, выпускал, а потом еще, то есть его выпустил не только 4, не только 5 каталогов, шрифтов, вот. Значит, это, значит, кусок его шрифтов этих самых, текстовых. Значит, это, ну да, Митрида Цицера. В общем, это довольно, довольно крупный шрифт, но все равно он еще и текстовой. Вот. И вот он, вот видите, здесь уже Т такой, скажем, как прописной, то есть он уже отказался от трехножного Т, и вот это была его последняя, так сказать, последняя новация в Кириллице. Вот. И, ну, вот Эл здесь еще все-таки стага такой немножко. Ну, вот, в принципе, форма Б уже, уже абсолютно такая современная новостивная антикуль. Ага. Ага. Вот. Капитей, между прочим. Значит, и, да, и, в принципе, конечно, это еще, еще Деду делал одновременно, то есть не одновременно, он делал кириллические знаки дополнительные к этому самому уже имеющимся латинским знакам, то есть он комплектовал кириллические какие-то комплекты этих самых литер, в смысле, на основе тех же самых форумов, которые у него были. То есть там буква А, буква Х, буква Х прописанная, они все как бы одинаковые, что латинцы, что кириллические. Вот. Но в России, и в России тоже это как бы тоже начали это делать потихоньку, но это было не так еще спознанно. Вот. Ревильон это дело поставил на такую хорошую коммерческую ногу, то есть он забил все. Он, например, его словолетние, он первый сделал такой вот безумный, безумной смелости шанс. До сих пор до него все словолетние в России были при каких-то типографиях. То есть была типография, при ней словолетние, которая отливает шрифты для нужд этой типографии. Иногда она делает какие-то шрифты на заказ, но в принципе она не работает на рынке. Она снабжает свою типографию, свое издательство, в общем так. А значит Ревильон решил, что нужно сделать отдельную типографию, оснабжать всех шрифтами. Просто. Вот. И он в течение там нескольких лет, он просто подавил полностью все остальные, значит, то есть они не выдержали конкуренции. Не то, что они совсем закрылись, они просто продолжали какие-то делать, значит, вещи, то есть какие-то шрифты делать для себя, но на рынок они уже нет. Они не могли выйти, потому что там весь лет был Ревильон, один большой. Значит, он все очень рационализировал здорово. Во-первых, он совершенно жестко внедрил систему Дидо, типометрическую систему Дидо, она завелась в России фактически с Ревильон. Во-вторых, он, значит, минимизировал количество рисунков, текстовых шрифтов, фактически у него было два рисунка текстовых шрифтов. Значит, обыкновенное, вот это слово обыкновенное, оно появилось именно на ответ, пошло от Ревильон. Обыкновенное это было, вот они обыкновенные шрифты. Вот это, собственно говоря, обычный такой шрифт новостильной антиквы, напоминающий Дидо с некоторыми изменениями. В общем, вот, собственно, дожил до наших дней, фактически в таком мире. Второй вариант был, значит, шрифтов, английские, это были немножко пожирнейшие, то есть они более контрастные, более жирные. Вот, значит, но зато он их делает в грандиозном количестве кигелей, начиная от четвертого или пятого кигелей до, значит, каких-то там сотен или там. Ну, диапазон был невероятный. Вот, теперь, значит, а зато у него уж эти, зато заголовочные шрифты были совершенно безумно разнообразны, то есть там было колоссальное количество всяких разных. Вот, пожалуйста, образцы из того же самого каталога. Смотрите, сколько их тут. Вот это разворот, один разворот, значит, вот итальянский, причем итальянский тоже, в 1941 году, он только изобретен в Европе. Итальянский, ну, не потому что он итальянский, потому что он в Италии, он вообще, говоря, в этом самом, в Англии был, считает, что он был изобретен во Франции, потому что в Англии он назывался французский. Вот, вот это вот, значит, безумно шрифт обратного контраста с такими вот странными засечками, вывернутыми на изнанку. Вот, в общем, он такой вот был модный в это время. Потом, значит, египетские косы на Кибель 28. Египетские, только то, что появились шрифты, значит, египетские, то есть с этими самыми, с грустными засечками. Еще, вот видите, он наклонный и трехмерный, значит, Кибель косой, и, значит, еще вот у него, как бы, тень такая. Вот, это, значит, прямой узорчик, вот, вот у него тут узоры такие, в смысле, орнамент внутри, то есть он на каждом шрифе, на каждом, даже вот на каждой здесь не видно, ну, потому что это богатые, этот самый, ну, все-таки не для этого вот предназначены, не для таких мелких деталей, вот. Ну, в принципе, если посмотреть на этот, реально, на эти шрифты, там, в книге напечатали, там видно, что в каждом, в каждой капле, там, значит, вписан цветок. И, в общем-то, какие-то вот эти орнаменты такие, они, в общем, повторяют. То есть, это оказалась такая вот форма, жирная, жирных шрифтов, она оказалась очень удобной для того, чтобы всякую орнаментацию поднять. И, опять же, видите, двойное, редкостные силы, двойная тень, значит, то есть вот одна и еще другая, видите, сначала черная, а потом контурная. Вот. Это вот просто египетский, значит, то есть вот просто брусковый шиль, тогда вот он был такой, только-только изобретённый моментат. И только-только вошедший в мозг, фактически. Он изобретён был несколько раньше, но вошедший в мозг. Этот поворот, как бы, сбок, тоже трехмерный. Вот. Это, значит, египет эскематовый, здесь он, значит, немножко, самая, некая сетка такая положена, то есть он серый, сверху здесь плохо это видно, и, значит, на нем черная тень какая-то. Вот узкий, вот этот узкий, как бы английский. Это древний белый, это, видите, это гротеск. Это в сорок первом году гротеск. Гротеск появился, первый гротеск в этом самом, в 816 году в Англии. Значит, видите, через 15 лет в Петербурге уже имеется не просто гротеск, а имеется этот самый, от него, ну, контурный шрифт, этот самый «Стень». Вот. То есть это уже производная машина. То есть тогда, понимаете, Россия была совершенно на уровне. То, что так у нас была кириллица, а у них латинец, это ничуть не мешало. Немедленно выпускали. Как только появлялись какие-то новые движения на Западе, они немедленно выпускали свой вариант, и все, видите, все было очень хорошо, на самом деле. То есть мы тогда работали, то есть, начиная с ревильона, я считаю, что вот где-то с 30-х годов 19-го века, а особенно к концу 19-го века, в России ничем в типографическом отношении была ничуть не хуже, чем все, как бы, такие развитые европейские страны. То есть не хуже Германия, не хуже Франции, Семена Штатов, Англии и всех остальных. Ну, а потом, знаете, что? Что случилось? Не применим. Ну, ладно. Вот, значит, теперь эти шрифты должны до наших времен, на самом деле. Вот, я не помню, я приносил коричневый каталог, шрифты, как бы, каталог, значит, ручных машинных шрифтов, типографских шрифтов. Вот. Это оттуда. Ну, это, вот, с 1966 года, каталог ручных машинных шрифтов, видите, значит, написано. Вот, издание 66-го года, это, как бы, такая антология, значит, шрифтов металлического набора. Хотя она все там издана, но там шрифты, в основном, такие, высокая печать. Вот. Вот, значит, это, вот, справа, вот это, вот эта иллюстрация из книги Шизгала, значит, титульные, отыкновенные и английские шрифты, вот это, значит, отыкновенные, светлые, а вот это вот английские, они более живые, вот. Вот. Но это титульные шрифты, а, значит, текстовые, они были такие же, только светлые. Вот. Это, значит, из каталога 1855 года. Это уже к концу жизни этого самого ревильона. Ревильон, как Шизгал пишет, что ревильон к концу жизни просто перестал, то есть, то есть, он перестал, то есть, его шрифты перестали иметь какое бы то ни было художественное значение, я, понимаете, с ним решительно не согласен, вот. Но что он тогда технически усовершенствовал свою продукцию, то есть, невероятно, опять же, величин, а, значит, чисто, значит, с художественной точки зрения не стали, то есть, он повторялся. Вот. А вот, собственно говоря, вот этот вот шрифт, фактически вот этот же самый, тут немножко более жирный, то есть тот же рисунок, но вариант его. Это, значит, вот в каталоге 1866 года, воспроизведённом, когда нормально работал. Он называется «Гарнитура номер два, английская жирная». А эта гарнитура номер один, вот эта вот, она просто называется ревильон. То есть, это, правда, непосредственно шрифт унаследования, вот они очень близкие по форме, просто от ревильона, собственно, может быть, это тот же самый шрифт и есть. Видите, здесь эти самые, ну, нет, не совсем, цифры немножко другое. Ну, это один из таких вариантов. Вот эти вот цифры я как раз использовал для ледведона, там похоже. Вот такой вот, четвёрка такая, пятёрка, пятёрка скорее вот такая. Ну, в общем, вот такие вот дела. То есть, это, на самом деле, шрифты живые, нельзя сказать, что это исторический такой вот этот шрифт. Вот эта определенная гарнитура, которая была, значит, тоже фактически сделана ещё до революции, но она уже, сейчас, нет цифровых такое точное воспроизведение, вот. Но она, как бы, видимо, будет, потому что рано или поздно будет. Это уже неоднократно пытались сделать, но пока нет, ещё никто до конца ударил. Но есть, на самом деле, потребность в таком шрифте, потому что многие хотят просто, чтобы их седминишние здания выглядели как, там, деменционные, например, вот, и как раз вот такие шрифты необходимы. Ну, в общем, рано или поздно сделаны. Не обязательно мыли, вот кто-то будет, кто-то сделан. Вот, вот, значит, прямое светлое, а это, значит, курсивное светлое. Наверное, курсивное светлое, чем глянули. Вот, здесь, видите, большие, жирные такие капли. Вот это тоже его характерная особенность. А, и характерная особенность вот этих. Бокровенная шрифтов вот в чём. Значит, во-первых, у них у Ф всегда это самое, раздвоенные концы, вот этот глазочный хвост, там ещё была буква Яти, она тоже имела как тот хвост. Вообще, говорят, что это от готики пошло. То есть, в готичество, во фрактуре готическое, особенно декоративное, там тоже встречаются такие формы. Вот, потом ещё характерная, характерная форма У и Y, соответственно. Видите, у неё не косая, это самое, правая диагональ, она сначала косая, а потом она становится вертикальной, а внизу такой хвост. Вот, мне такое очень нравится, вообще многим это нравится, но, значит, пока вот шлифт такой внизу. И, кстати, здесь эти самые засечки вертикальные, они треугольные. Они практически, вот, то есть вот на круглых знаках, на прямых видно, что они круглые, закруглённые, а на круглых они треугольные просто. Вот такая вот, особенно вот узкая, узкая обыкновенная, она до 50-х годов, 60-х годов, то есть я ещё читал жильём, успел почитать, в каких-то журналах, даже в газетах она там была. А название «обыкновенное» это пошло ещё вот от ревильона. Вот, и вот обыкновенная гарнитура, это, значит, это самое, прямое полужирное, вот, ещё не самое жирное. Вот, а вот это вот гарнитура наверху, вот эта гарнитура номер пять, английская, узкая. И вот такая, очень близкая по форме, значит, это самое, обыкновенная полужирная, а ещё была жирная обыкновенная. Сейчас я вам её покажу тоже, то есть не сразу. Значит, на основе обыкновенной, то ещё старой, была сделана гарнитура обыкновенная-новая, которая, значит, вот её делают ещё до войны, я вам рассказывал, сорокалов в году, значит, щупим, кудряшётся, там же целая команда была, и она делалась для собрания сочинений Ленина, поэтому там было сделано много-много разных математических и прочих знаков, и много, и латиниц там было сделано, и греческий, и много всякого разного. Вот, потому что наш вождь был очень образованным человеком, понимаете, вот это всё. И использовал, значит, он хотел свою образованность, как мыслить, но тогда это было нормально. Здесь, видите, тоже, значит, пев с этим самым, каким-нибудь, двойным, раздвоенным концом, а вот, ну, уже всё-таки, всё-таки она прямая стала, такая же, косая. Ну вот, а, значит, цифровую версию этой самой гарнитуры я делал в 96-м году, как видите, вот, потому что надо было, она была, но она была очень страшная, производство Ленинградского завода полиграфических машин, вот, и это было невозможно терпеть, и Ленинградский взял её и просто переделал, ну, фактически передел, как заново сделал, практически, потому что то, что там было, на это было смотреть нельзя, там был неполный комплект, и вообще он был ужас, непрофессионально совершенно работал, но у них там не было никого, чтобы много привести в порядок. Вот это, значит, так она выглядит в крупном виде, в большом, вот. Ну, это уже просто, как бы, это уже наш реальный шрифт, понимаете, вот, но он, как бы, сделан на основе тех шрифтов, которые разрабатывал Ерельон в 19-м году. Вот, это уже, да, потом я буду, ещё дальше, будет жирно, вот, через минуту. Вот, значит, дальше английская, я сейчас быстро закончу всё, сейчас мы немножко, немножко в десятый час, вот. Значит, английская антиква нового стиля, она немножко отличается от всех, от французской, итальянской и так далее. Во-первых, она, как видите, довольно более активная, я бы сказал, она более-более жирная, хотя, ну, не так сильно, что бы, вот. Недаром поэтому вот у Ерельона они более жирные шрифты называются английские, это вот такой вот образец. Значит, вот наверху, вот этот вот шрифт, значит, двойной, значит, грейд праймер, значит, это лондонского словаредчика Роберта Торна, вот, который вёл антику нового стиля в Англии приблизительно в 1800-м году. Вот это один из первых его, вот, в самом деле, тут. Значит, слева его же, значит, ещё сделал курсив, тоже, который дополняет прямое начертание, курсив нового стиля. Вот, тоже первый в Англии. Вообще, Роберт Торн был совершенно замечательный человек, который, в принципе, не исключено, что он, он и брусковый шрифт придумал, и кранпист. То есть, по крайней мере, хотя использовали его, он рано умер, его, значит, достижения использовали другие словаредчики, потому что тогда была очень плотная компуляция в Англии, особенно в Лондоне. Вот, они только за тобой все следили, как только у кого-то что-то появлялось новое, они немедленно все принимали, и, значит, тоже выпускали такие шрифты. Вот, но просто кто-то первый должен был это придумать. То, что он первый сделал жирный шрифт, это точно, это совершенно кодментарно засвелиться. А вот то, что он сделал ещё, это можно только предполагать. Так, теперь, значит, это, ну да, вот. Вот это вот следующее, это уже, видите, тоже 19-й год, это вот шрифт Трафальгары, собственно тот же самый шрифт, фактически тот вариант того же самого шрифта, но уже, значит, словаредняя Блейкен Гарбетт, причём это не Лондон, а Шеркен. То есть, там ещё есть, значит, слева, значит, Дабл Пайкера Роман, шокландского словаредчика Уильева Миллера в Гуденбурге. То есть, там вообще вся Англия была, вот если в это самое, скажем, во Франции дело было лично в Париже, а в Италии там был несколько, ну, не только Париж, но главный образ, но про Россию я не говорю, там был Петербург, Петербург, там и Москва. Вот. Англия была вся, вот, ну, то есть там было много городов, довольно крупных, в каждом городе была своя савалитмия, и, значит, там, я не говорю, типография сама савалитмия, там, значит, достаточно такие, они вот выпускали, вот соревнулись друг с другом, выпускали вот один шрифт. Смотрите, какая форма очень сильно наклонённая, буквы «С», вот, но тут довольно забавно, вот. И, значит, вообще говоря, вот если приглядеться сюда получше, то видно, что всё-таки, вот, они, скорее, значит, следовали этой самой Бадоневской этой самой версии шрифтовой формы. То есть у них засечки имеют небольшое, вот, небольшое скругление в месте подсоединения к основному шрифту. Чуть-чуть тут, вот, кажется, шрифта там нет. На самом деле она небольшое скругление, как ты видели на крупных бадоневских шрифтах. Вот. А, как вот, например, немцы, они просто всё механически сделали, вот, там, прямые углы, вот, вычистили всё, что нужно сделать. И особенно потом. А, значит, поначалу, вот, английская школа, вот эта английская и шотландская антиквы нового стиля, она немножко, чуть-чуть отличается в этом смысле, она немножко живее. Она более живописная и живее, потому что нет таких вот жёстких соединений, чем континентальная школа. И она немножко, здесь, в ней сохраняются какие-то черты этой самой переходной типы, то есть от Маскергилля и даже где-то, может быть, от Кэзмана. Вот. Значит, это ещё, значит, ещё другая, вот эта вот слева, это модерн номер двадцать, вот эта форма называется модерн. То есть вот это то, что там скотч модерн, или шотландский модерн, или просто модерн, модерн номер двадцать, вот это вот как раз видно. Видите, у них как раз немножко, вообще довольно широкие, активные такие, вот здесь и закругления имеются довольно серьезные, потому что, например, у Дидо, вот здесь и закруглений никаких нет, у него просто, значит, прямой штрих втыкается в горизонтальную засечку, а здесь вот скругление, поэтому она вот такая вот. Ну и здесь, видите, довольно умеренно выдержанные капли, то есть они не очень активные, но, в общем, достаточно заметные, и, в общем, это шрифт такой, в общем, очень хороший, на самом деле, качественный, то есть он производит такое впечатление, что это, значит, благородство. Вот. Значит, словолинги Блейк, Стефенсон Блейк в Шеффинде. Вот. А справа, значит, у нас это шрифт «Инглиш номер 2», значит, «Инглиш» в данном случае – это «Гелли». Вот. Обозначение одного из «Геллей». Значит, 24-го года, из образцов Уильяма Торова Гуна, который, то есть, в 24-м году он был, это самое, он был показан. Вот. Он купил словолингу Торна, Роберта Торна, после его смерти управлял ей до 49-го года. Значит, причем, как бы, и существует такая легенда, что он просто выиграл в лотерее деньги, и ему… Ну, вот он просто выиграл в лотерее кучу денег, и он с этими деньгами не знал, что делать. Он просто шел, валился или ехал в него и увидел объявление об аукционе, в котором продавалось, значит, дело, ну, в смысле, имущество Роберта Торна после его смерти. Вот. Он, значит, эти деньги имеленно вложил просто в эту словолингу. Он никакого отношения к типографии не имел. А тут он, значит, вот, он издал каталог, повторяющий каталог Торна. И, значит, дальше он, ну, он не сам, ну, у него, естественно, был персонал, который на него работал, но, в принципе, видимо, человек был непростой, в смысле он был неглупый, он вполне разбирался, то есть он научился разбираться в шрифтатах, дальше двигал вот еще сколько-то, почти 30 лет, 30 лет нет, ну да, в общем так, с 20-го года, он управлял словолиней, в общем, это была самая серьезная история. Вот. Это вот уже современная, переделанная современная цифровая, цифровая, значит, форма, цифровая версия, это цифровой шрифт модерн номер 20 фирмы Витстрим. Вот тут я вам показывал, что модерн номер 20, значит, вот этот самый, металлический, а этот цифровой, ну, в общем, очень близкий, вот, и достаточно хороший, смотрите, какие цифры хорошие. Здесь вот цифры очень, очень хорошие, они в мелком кедле, они все равно читаются хорошо, качественные. Вообще, вот еще обратите внимание, как, ну, такой хвост с петлей вот такой вот, и, видите, еще расширяющаяся, эти самые, нога у Уэ, она не ровная, она сначала тонкая, потом расширяется, так вниз. Некоторые даже, они к низу, к низу немножко усиливаются, вот. А здесь еще, видите, такая вот ухо у Джи, Джейки, то есть у Джи, она так крепко тоже поднял. Вот здесь ее нет, вот этот скотч ровно, здесь, видите, она, он обычный такой, в бок, вот, а здесь вот крепко поднял. Вот, и это потом этим воспользовались, значит, всякие более поздние люди, особенно в ADC, они очень любили, это все равно хвост, ухо поднимать их. Вот, эти самые, очень довольно большие, вот эти самые, хвосты, лад, такие серьезные, здесь поменьше. А вот в модерне, они такие, у Т-В, кверху-заду, вот у Р тоже достаточно сильно заключенные, но это характерные особенности обыкновенных шрифтов. Вот у скотч ровно, видите, они здесь немножко меньше, они не так закрученные. И он, ну тоже, вот здесь вот видно, что у нас, значит, совершенно, то есть они такие баскерилийского типа, баскерилийского, значит, с этими самыми, сосечки стоят явно скругленные. И это тоже дает какую-то совершенно, совершенно своеобразную такую форму придает. То есть это, это, в сущности, шрифт антиквой нового стиля, потому что здесь, он очень контрастный, тут видите, какие капли правильные, значит, точно вертикальная ось, а вместе с тем засечки, они немножко скругленные, в общем, даже не немножко, а довольно сильно. Вот, и это вот придает им некую решимость такую даже серьезность. Вот, это, значит, монотарийский скотч ровно. Вот, это вот скотч ровно увеличен в виде. Ну, что тут такое? Вот семерка какая, видите, удивительная. Вот Z, тут как бы иногда капли бывают, тут капли нет, небольшое расширение штриха на конце. Очень такой же капли. Ну, вот такой вот безумный, я бы сказал, W, здесь как-то засечка, а потом, значит, идет рощерк, потом вот петля еще. В смысле, там такая вот интересная. А эти, в общем, достаточно простые. Вот видно, что они здесь закругленные все, все засечки. То есть этот балл не так, как в Бадони, а это вот такая, другая система. И очень активно эти шрифты используются в рекламе и вообще в крупногегельном виде, там, в плакатах. Они очень такие хорошо воспринимаются везде и в крупном виде. И то, что они тонкие шрифты, тонкие засечки, они, то есть она не, при увеличении она не так, она не выглядит грубо. Они все равно продолжают быть самоизящными. Так, вот это, кстати, вот этот первый образец крупногегельного шрифта, 144 пункта. Значит, словолитчика Томаса Коттерла, который, значит, был учитель Уильяма Кэзнена-старшего и учитель Роберта Торна. Помните, я вам говорил, что этот самый, один из, то есть, у Кэзнена было много учеников. Я вам рассказывал, по-моему, что один из них пытался даже подсмотреть. Дело в том, что, как происходит этот самый нарез, потому что Кэзнен своего сына только, значит, к этому допускал. Они забирались в специальной секретной комнате без окон, чтобы никто не мог увидеть их самые, их самые, секреты производства. Вот. Но, а этот просверлил дырку в двери, так или где-то, в общем, он и наблюдал, значит, как это делается. Потом он вырезал свой собственный бонсон и прибежал показать мастеру радостным. Мастер ему, значит, врезал полку и выгнал, и, значит, запретил на работу. А это, видимо, серьезный был человек, Кэзнен, вот, старший. Но, и поэтому от него вообще уходили. Вот Томас Коттер был один из его учеников, видимо, очень талантливый. Он с ним, значит, по вскоре ушел, он открыл свою, собственно, словолинь. Вот в конце он научился делать, отливать вот такие вот огромные шлейфы для плака. Вот. И для всяких афиш и так далее. Вот, значит, это лотерейный билет. Сильборд справа. Ну вот это дело. Вот. Написано лотерею, значит, 18 июня 1810 года, видите. Вот. Один билет может принести 100 тысяч фунтов. Значит, вот. И, ну вот. Какой тут еще 6000 фунтов и так далее. Вот тут, значит, всякие результаты последней лотерей. В общем, извлекательно так это дело. Ну вот, вот чем он набран. Он набран вот, собственно говоря, шрифтами, английскими шрифтами, значит, нового стиля усиленной жирности. То есть вот эти вот жирные, эти нормальные. То есть это уже сочетание двух. Это тоже жирные, как видите. То есть это уже игра на цвете. То есть это сочетание светлых шрифтов и жирных шрифтов. Вот. Чего раньше опять же не было. Это как бы завоевание уже. То есть это реклама. Это продукт. Продукты, то есть, необходимо было уже применять больше шрифтов и будут сильнее отличаются друг от друга, чтобы привлечь какое-то количество людей. Вот, кстати, эти шрифты, это, собственно, Кезландская форма. Вот видите, вот здесь еще шип такой. Бок начали. Вот. Но неврозмер, он уже такой довольно круглый. То есть 124 пункта, это и сейчас большая шрифта. Вот так выглядели эти самые. Вот это реклама аукциона на, значит, какое-то. Вторая половина, но это уже вторая половина 19-го века. Здесь, видите, комбинация вот таких сверхжирных шрифтов и египетских. Вот, пожалуйста, египетский шрифт, тоже жирный. Вот. А это нормальные такие. Вот. И текст набран обычными обгодоведными шрифтами, что называется, светлые начертания. А эти заголовки, видите, какие. И такой вот замечательный курсив с такими вот каплями огромными. И форма такие. И это тоже узкие, а есть еще вот этот широкий. Видите? Здесь тоже треугольные эти. Были треугольные, были закругленные эти засечки. Вот. Это вот, значит, первый, фактически, значит, 1803-го года, значит, этот самый жирный шрифт Роберта Торна, он, значит, первый, собственно говоря, создал эту самую антику. Жирную, сверхжирную антику. То, что называется, Fat Face. Это непосредственно. Понимаете, Бадони и Дедо, такое, естественно, в голову бы не пришло сначала. Вот. Но это было естественное продолжение их работы. То есть, Падони вот пытался делать шрифты чуть жирнее, чуть светлее, как я вам показывал. А тут просто решили, что, на самом деле, не чуть-чуть, а надо серьезно усилить. Вот. Потому что им требовалось для рекламы, для всяких вот таких вот, вот такого типа, значит, объявлений печатных им требовалось более активные шрифтовые формы. Что они и сделали. Вот. Ну, не только они, еще, значит, вот это жирный шрифт. Даже байка номер два, значит, Роберт Таторна. Значит, уже это из каталога Торроугуда 1821 года, уже после смерти. После смерти Робера Таторна, когда он получил, в смысле Торроугуд приобрел его, значит, дело. Вот. А этот шрифт называется Гра Вибер, значит, жирный, жирный Вибер. Вибер это был пансонист, значит, и это жирная антипла Пьера Дедо Старшего уже в 20-м году. Значит, я не совсем прав насчет Дедо. Видите, уже Дедо вполне был еще в здравом умении твердой памяти, и вообще все это, как бы, еще полно, в общем, следовали моде. Значит, они, ну, этот Бадонин как бы уже умер в каком времени и не видел. То есть, вернее, он уже начал, он уже видел, но он был, по-моему, в ужасе. Его, значит, эстетические чувства было скраплено вот такими сообразиями. Вот. А Дедо, видите, они были вполне фагматические люди, они, если был спрос, они стали делать. И вот, значит, там, пансонист их Вибер, значит, выпустил, сделал такой шрифт, он был назван Гра Вибер через его, значит, сверхжирный шрифт. Вот. И, видите, смотри, какая пятерка, какая четверка, в общем, такие они. А двойка вообще запутая сверху. А, и вот характерная еще особенность, это самых французских шрифтов тогдашних. Вот такой вот джир с таким, вот, такая вот петля в нее. Видите, она довольно странная. Обычная петля идет вот так, вот здесь кончается. А тут, видите, так получается, что она вот сюда заходит, вот сюда идет. И здесь еще шрифт такой вот имеется. Вот это, кстати, этот самый нынешний, ну вот, Жан Франсуа Паршестова, у него есть такие шрифты, вот, кстати, такую форму специально. Сейчас не помню, как он называется. Вот. А это, значит, шрифт после Арбадони. Это уже 20-29 года, 1929 года, значит, длинотайп, Челси Гриффит, их главный. Причем этот ленотайп, этот самый, ленотайп американский, бруклинский ленотайп, еще довоенный, он потом там закрылся, и весь ленотайп остался в Германии. А тогда он еще был, основной ленотайп был в Америке, в Бруклине, значит, не легкий. И вот. И там, значит, Челси Гриффит был главным художником, он там все делал. Вот. Это, значит, шрифт Босни Арбадони, то есть плакатный Блодони, сверхжирный тоже. Вот. 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 И это шрифт обыкновенная жирная, слаболетняя Левана в Санкт-Петербурге, середины 20-19 века. Значит, это тоже цифровая версия моя, в 1992 году сделана. Она называется у нас самый стендерд. Тот называется нью стендерд, да, прос стендерд, то есть шрифт обыкновенная чертами. Фактически это очень близкие по рисунку шрифты вот, скажем, вот это и вот это. Они отличаются, естественно, но тем не менее. И это, как бы, вот это точно воспро... Насколько было возможно точное воспроизведение шрифта еще металлического, вот это самое жирное или жирное. Вот. А это шрифт Fat Face, о котором я уже говорил, ITC Fat Face. Значит, делают Любалин Скорнезе еще до ITC, собственно говоря, шрифт, который применялся в Нью-Йоркской журнальной рекламе. То есть она, поскольку были представители журнальной, Нью-Йоркской журнальной графики, вот, значит, вот так вот это все выглядело. Вот. И тут я, конечно, немножко поиздевался и Кирлицей, потому что, знаете, когда видишь вот такой вот хак, такой безумной формы, вот такой вот А, с каким вот вверх закрученным таким хвостом, то тут трудно держаться, чтобы не сделать такой вот такой же Ж, значит, или вот, например, вот такой вот С, такой-такой Э, то есть З, Э, вот эти, ну, Э с этим самым раздвоенным концом, конечно, без этого нельзя. Ну, вот цифры, цифры я не делал, цифры там такие будут. И вот мне как-то очень это самое удивительное, что тут ведь, смотрите, они, у них вот эта петля, она немножко, ну, вот эта вот верхняя ветвь, она немножко внутрь, это самое, с вами. То есть она сначала вот так, а потом вот так вот, и опять вот. Ну, это все реально, вот, собственно, вот эта пиналка, она такая и здесь. Ну, и здесь вот так. То есть здесь только немножко снижена средняя линия, то есть здесь очень маленькая. Вот, такое вот дело. Так, по-моему, это все на сегодня. Ну, это уж. Ну, все, спасибо. 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 Дело в том, что Гарри Барышник начал рисовать, а потом я все придумал. То есть если, значит, человек участвовал в ней. Ну, может, нет, если человек сделает что-то серьезное в этой штуке, то я пишу совместно. Вместе с кем-то там. Или там, например, человек делал большие гарнитуры, там, кто-то делал, там, скажем, я делал два начертания и руководился процессом. А, значит, со мной есть и работал, скажем, модель короля, он делал там конкретные начертания. Я пишу, просто перчисляю. Спасибо. Спасибо.